только что от них осталось. Они понятия не имели о том, кому они позволили сбежать. Лейлин покинул дом без единого звука, и также вернулся обратно. Помимо Эрнеста, барона Джонаса и нескольких других людей, ни один житель острова даже не знал, что легендарный волшебник, который был их молодым господином, куда-то отлучался. Обычные люди считали нормальным, что волшебник просиживал в своей башне по полтора года. Поприветствовав своих родителей и наставника, Лейлин направился прямиком в свою башню волшебника. У него не было никаких планов по заботе о своих землях, это он оставил на своих людей. Его основная цель теперь состояла в том, чтобы накапливать силу веры и тренировать свою божественность, готовясь разжечь божественный огонь и стать полубогом. Искаженный слой домена резни окутал помещение в пределах башни волшебника. Лейлин, одетый в свободную мантию волшебника, чувствовал нити веры на своей территории. Возможно, причиной этому было то, что он находился сейчас на своих землях, и его защищало множество людей, но нити веры стали гораздо отчетливее, чем прежде. Домен резни расширился, позволив ему лучше понять силу этого великого домена. Домен резни должен расти через постоянные сражения. Это зловещие чувства. Похоже, он может украсть даже жизненную энергию, а это значит, что чем больше людей я убью, тем сильнее станет мое основное тело. Лейлин увидел новое уведомление и чипа. Получена информация о домене резни. По его мнению, он смог быстро управиться и проанализировать домен. Тиф и остальные скоро прибудут. Мне нужно найти место для резни и взрастить божественность в своем теле. Лейлин задумался, поглаживая подбородок. Он чувствовал, что после поглощения такого большого количества силы веры его божественность выросла примерно на 10%. Божественность резни, которую я получил, это лишь вводная часть, материал. После того, как я переступлю порог, я смогу преобразовать силу веры и повысить свою собственную божественную силу. Лейлин, казалось, что-то понял. Но была ли у его божественности иная сила? Другой вопрос. До того, как стать божественным существом, он не мог общаться со своими последователями и поглощать их веру без помощи облика, поглощающего кошмары. Теперь он мог даже преобразовать силу веры, готовясь зажечь свой собственный божественный огонь. Лучший способ постичь домен резни, распространяя источник веры это завоевание. Лейлин погрузился в глубокие раздумья, где мне найти большую непокоренную землю, где я мог бы не привлекать внимание богов. Боги, в основном, уже поделили весь главный материальный уровень, и на нем осталось не так много земель, которые можно было бы захватить. Даже если Лейлин решил бы отправиться в подземелье Карин, ему пришлось бы захватить веру богини Лос и кучи других богов подземелья. Самое главное, что все они были истинными богами, и он просто не мог пойти против них. Мне нужно будет тщательно обдумать свой выбор. Тиф и остальные скоро прибудут, поэтому сначала я должен расположить их, смешав с местными простолюдинами. Я приму решение после того, как полностью раскрою потенциал этой территории. При нынешних обстоятельствах Лейлин пока мог только планировать. Глава 990. Империя волны плескались вокруг величественного военного корабля, но он не дрогнул. Он возвышался высоко над водой, как гора или риф, продвигаясь вглубь внешних морей, не боясь ветра и волн. На мачте корабля развивался флаг с багровым черепом и кинжалом. За ним следовало множество других кораблей с грозными пушками и бесчисленными пиратами на борту. Даже самые крупные торговые группы были бы напуганы до смерти, увидев такое зрелище. Этот флот принадлежал багровым тиграм, организации, которая контролировала внешние моря Домбрат. Багровые тигры были здесь лучшими из лучших. Они имели более ста крупных военных кораблей и более пяти тысяч человек. С несколькими расширениями, багровые тигры, казалось, откусили больше, чем могли проглотить. Однако, когда с севера прибыли Тифтв и другие элитные бойцы, был сформирован мощный пиратский флот, который мог посоперничать даже с имперским флотом. Я и представить себе не могла, что империя туземцев на самом деле существует. Изабель стояла на носу багрового тигра, с легендарным мечом красного дракона Наталии. Она испускала слабую драконью ауру, а ее кровожадные глаза пристально вглядывались в горизонт. Воспоминания о времени, проведенном на острове Кошмаров, все еще были свежи в ее уме. Туземцы выставили ее дурой, и теперь она получала информацию об их империи путем неоднократных нападений на их племена. Определив их местоположение, она планировала нанести им огромный удар. Но я и подумать не могла, что кузен Лейлин согласится на это. Он даже прибыл сюда лично. Изабель посмотрела на трюм корабля, посерьезнев. Он делает это ради веры, чтобы стать богом. Неужели в нашей семье появится бог? Раньше Изабель не хватало смелости думать о таком вопиющем богохульстве. Однако теперь все было по-другому. Лейлин совершал одно чудо за другим, укрепляя доверие своей кузины. Кроме того, Изабель могла ощутить от тела Лейлина силу божественности. Мой кузен успешно станет богом. Все, кто встанет на его пути, будут убиты, независимо от статуса и силы. Изабель потянулась к рукояти своего меча, приняв решение. Мрачная атмосфера заставила всех окружающих пиратов задрожать от страха при виде своего лидера. Как только она стала драконьим чернокнижником, Изабель полностью подавила демонификацию своего тела. Мистическая сила короля драконов даже позволила ей пересечь порог царства легенд. Ее титул во внешних морях тоже изменился. Теперь она была не багровой ведьмой, а дочерью красного дракона. Наряду с Лейлином, она была одной из двух главных сил, контролирующих внешние моря. Все остальные организации были осведомлены об их биографии и явно побаивались их. Лейлин почувствовал уверенность Изабель. Спокойно сидя в капитанской каюте, он не мог не усмехнуться. Уверенность из-за любви, Лейлин кивнул, чувствуя чрезвычайно толстые нити судьбы. Узнав о его стремлении к божественности и о том, что он уже получил нить божественности, Изабель стала одной из его верующих. Она даже начала распространять веру крылатого змея Кукулькана среди пиратов и, даже если Лейлин не богом шторма или чего-то подобного, ее методы заставили часть пиратов изменить свою веру. Что удивило Лейлина больше, так это то, что вера Изабель в него была чрезвычайно пылкой и непоколебимой. Хотя и немного, но она была даже тверже, чем вера Тифа. Лейлин точно знал, что, если бы он стал богом, она была бы его верным последователем. Лейлин почувствовал веру других пиратов и криво улыбнулся. Я был бы счастлив получить еще хотя бы одного последователя с такой же твердой убежденностью, как у нее. Хотя Изабель делала все возможное, чтобы помочь ему, Лейлин был пока лишь божественным существом. Он мог только отвечать на молитвы своих последователей и не мог даровать им божественные заклинания. Сейчас он не мог сравниться не то, что с истинными богами, а даже с ложными богами, полубогами и дьяволами. В конце концов, верующие ведь не были глупцами. Зачем им вкладывать свои усилия в того, кто ничего не мог дать им взамен? Если бы Изабель не воспользовалась своим положением и не сделала все возможные для продвижения его веры, религия бога крылатого змея потерпела бы страшный провал. Мне нужно как можно скорее дать своим последователям реальные преимущества. Я должен стать полубогом и даровать им божественные заклинания, но, помимо этого, мне также нужно будет дать им материальное вознаграждение. Это принцип равного обмена, Лилина вдруг осенила. Путь веры в мире богов также подчинялся принципам равного обмена магов. Верующие предоставляли свою веру, и взамен бог обещал принять их души после смерти в свое божественное царство. Им также предоставлялось жилье, божественные заклинания и много других вещей. По сути, нить веры – это договор между богом и человеком. Разумеется, даже концепция равного обмена магов не требовала, чтобы обмениваемые вещи были равноценными. Обе стороны просто должны были найти более-менее ценные вещи. Эта концепция позволяла богам платить меньше, чем давали им их последователи. Это было для них единственным способом накопить божественную силу и увеличить свою силу. К сожалению, в последнее время церкви становились все более конкурентоспособными. Боги должны были давать преимущества в больших количествах и получать больше последователей. Это внутреннее соперничество привело к расточительному потреблению их божественной силы. Кроме того, существовали еще дьяволы и демоны, крадущие их пищу. Это беда всех богов. Поскольку они связаны со смертными, они никогда не откажутся от веры на главном материальном уровне. Боги, лишившиеся свой веры, постепенно вымрут, а их бессмертие – всего лишь несбыточные детские мечты. Лилин вздохнул. Хотя этот путь и был властным, он имел столько ограничений, что ему не стоило в него погружаться. Это тело было всего лишь клоном, чей оригинал шел по пути древних чернокнижников. Это всегда было неизменным. Это была сила, которая действительно принадлежала ему и Лилин прекрасно это понимал. Конечно, путь веры был наиболее совместим с правилами мира богов, и было много сфер, в которых он мог развиваться. Лилин не сомневался в том, что его клону стоит попытаться стать богом. Обдумав контракт между богами и людьми, Лилин сосредоточился на других вопросах. Но даже я не ожидал, что как раз тогда, когда я буду искать место для распространения своей веры и постижения домена резни, мне так удачно подвернется эта империя туземцев. Могла ли сила мирового происхождения помочь мне в надежде на то, что я добьюсь успеха? Что за шутка? Первоначально он планировал завоевать другую территорию, чтобы укрепить свои отношения с последователями, постичь домен резни и распространить свою веру. Информация о империи туземцев стала для него огромным сюрпризом. Хотя во внешних морях и ходили легенды и слухи о коренной империи, Изабель нашла несколько безопасных судоходных маршрутов. Совпадений было слишком много, поэтому Лилин почуял во всем этом что-то подозрительное. Для сознания богов, маг вроде него был вторженцем и их заклятым врагом. С чего бы им пытаться помогать ему, было бы логичнее, если бы они на него охотились. Что тут происходит? Может ли быть такое, что воля мира после моей реинкарнации стала относиться ко мне, как к коренному жителю и пытаться переманить меня на свою сторону? Или же она находится в таком глубоком сне, что больше не реагирует на внешние вопросы? Может быть это все ради баланса сил? Цели богов отклонились от целей воли мира, и они предали ее? Многочисленные возможности начали мелькать в уме Лилина, а и Чип тут же моделировал их, чтобы найти возможные изменения в будущем. В будущем будет много изменений, но я не могу ошибиться, если буду разбираться с настоящим. После долгого планирования Лилин вздохнул, как бы то ни было. Ключевым для меня сейчас является оккупация империи туземцев и постижение домена резни путем массовых убийств. Мне также нужно распространить свою веру, после чего при этой мысли Лилин послал божественный призыв. Господин, мгновение спустя истине появилась фигура Тифа, не произведя ни звука, ни какого-либо следа энергетических колебаний. Ты встречался с Изабель? В будущем вы будете работать вместе и распространять веру в меня в империи туземцев. В его глазах мелькнул золотой лучик. Я виделся с ней. Если господин уже обладает во внешних морях такой огромной властью, то империя туземцев не вызовет у вас никаких проблем, благоговейно произнес Тиф. На самом деле, он был весьма удивлен тем, что среди людей Лилина имеется легендарный колдун. Эта информация вызвала у него чувство облегчения. Он, очевидно, не смел быть неосторожным, когда речь шла о божественных приказах Лилина. Наблюдая за исчезающей фигурой Тифа, Лилин кивнул. Переезд Тифа с севера прошел довольно хорошо. Хотя он и потерял при этом нескольких помощников, они были не так важны и не знали его истинных секретов. Группа помощников, которую Лилин ценил больше всего, успешно добралась до внешних морей, дав Лилину уверенность в том, что он может объявить войну коренной империи. В конце концов, когда кто-то вторгался и занимал чужие территории, вера могла возыметь невообразимый эффект. Эту войну можно назвать процессом отбора и подготовки священников. Лилин с его дальновидностью определенно сможет найти большое количество людей, которые в будущем могли бы стать прочной основой для его церкви. У него было две легенды в лице из Абы Литифа, а также опытное войско. Их предводителем было божественное существо и, кроме того, они пользовались постоянной поддержкой семьи Фаулин. Вот на что рассчитывал Лилин. Он собрал ради этой битвы всех своих элитных бойцов, и его амбиции, по-видимому, не могло удовлетворить простое феодальное владение с небольшим населением. Глава 991. Остров Дебанкс в капитанской каюте багрового тигра полным ходом шла интенсивная дискуссия с небольшим количеством участников. Лилин, как ответственное лицо, естественно, сидел во главе стола с Изабель и Тиффом по обе стороны от себя. Со стороны Изабель сидели Робин Гуд, Рональд, Карин и другие лидеры пиратов. Со стороны Тиффа – люди из организации Лилина на севере. Среди них были как дьяволопоклонники, так и настоящие дьяволы. Даже если они скрывали это, их аура все еще вызывала у пиратов чувство опасности и беспокойства. Рядом с дьяволопоклонниками располагалось несколько мрачных священников, которые были более важными персонами. Эти священники были саженцами, которые взращивал Лилин. Хотя они были молоды, они уже начали проявлять милостивые и добрые черты и казались полными противоположностями дьяволов. Однако они все равно сидели вместе, что создавало довольно интересную атмосферу. Эти две группы встретились впервые, поэтому с любопытством друг друга оценивали. Это были элитные силы Лилина, а также неокрепшая форма его будущей церкви и армии. Они также были капиталом, который Лилин собирался задействовать в своем путешествии в империю туземцев, поэтому он, естественно, должен был познакомить и объединить их. После того, как с долгими представлениями было покончено, Лилин тихонько кашлянул. Сразу же после этого в каюте повисла тишина. Изабель, доложи текущую ситуацию. Лилин всегда называл Изабель по имени в официальной обстановке, и это оставалось неизменным даже после того, как он стал божественным существом. Для таких долгоживущих существ, как они, кровные отношения и тому подобное были бессмысленными. Их единственным интересом было бессмертие. Одна из моих пиратских группировок нашла коренную империю. Она располагается на большом острове размером с два или три королевства Домбрат, и в ее окрестностях постоянно бушует сильнейший шторм и опасные океанические течения. Ежегодно есть лишь небольшой промежуток времени, когда корабли могут успешно проплывать мимо этой области, поэтому их контакт с внешним миром минимален. Мои подчиненные уже имеют четкое представление о закономерностях течений, и им удалось создать точный маршрут судоходных путей. Определение океанических течений и судоходных путей было основным навыком пиратов под командованием Изабель. Поскольку их жизнь зависела от моря, их способность ориентироваться и определять свое местоположение по звездам в разы превосходила навигационные способности обычных торговых судов. Изабель, как главный капитан во внешних морях, естественно, имела в своем распоряжении много талантливых людей. Как только они определили местоположение, определение судоходных маршрутов становилось простой задачей. Тем не менее, на это требовалось некоторое время, и многие испытания стоили пиратам жизни. ХСС Ричи Изабель сразу же вызвала вздохи со стороны подчиненных Тифа, размером с два или три королевства Домбрат. Эта территория ведь размером с небольшой континент. Королевство Домбрат населяет примерно миллион человек. Даже по самым скромным подсчетам, численность населения этой империи туземцев должна составлять не менее два миллиона в человек. Нам придется столкнуться с таким количеством людей. Это ужасно. Эти простые подсчеты заставили некоторых пиратов измениться в лице. В конце концов, у них было менее десяти тысяч человек, и каждому из них пришлось бы сражаться против статуземцев. Если бы не преимущество на море, а также имеющиеся маршруты, они бы уже начали подумывать о побеге. Тихо! Закричал Тиф. Вы пытаетесь унизить себя перед нашим господином? Вы настолько глупы? Строгий тон в сочетании с его легендарной силой немедленно заставили всех успокоиться. Лилен небрежно махнул рукой. Хотя туземцев и много, это ничего не значит. Вы сами все поймете, когда мы сойдем на берег. Даже в предыдущем мире Лилена колонизаторы в эпоху Великих Открытий смогли завоевать Америку, используя лишь сотни или даже десятки людей. Имея при себе тысячи преступников, пиратов и многих других людей, они могли захватить целый континент. В конце концов, они стали бы героями, как Кортес, который с тысячей человек смог захватить 15 миллионов ацтеков всего за пять лет. Эта империя туземцев не сильно отличалась от племени ацтеков из его старого мира, отсталой цивилизации, полной дикости и безграмотности. Благодаря достижениям в области цивилизации и технологий, завоевать земли, населенные отсталыми людьми, было бы ничуть не сложнее, чем зарезать жирную свинью. И, что самое главное, как они могли потерпеть неудачу, если на их стороне был бог. Будучи божественным существом, Лилин обладал невидимой аурой, которая была очень заразительной. Увидев его уверенность, остальные лишились всех своих страхов. Лилин кивнул, увидев это, позволив Изабель продолжить рассказ об империи туземцев. Основываясь на нашей обычной практике, я назвала этот недавно открытый остров островом Дибанкс. Мы знаем, что империя туземцев располагается в самом его центре, и носит название Сокортес, что переводится как «Солнце», что никогда не заходит. Она занимает большую часть равнинастрова и имеет население около полутора миллионов человек. Вокруг империи Сокортес обитает несколько враждующих племен, большинство из которых подчинены ей. В общей сложности их начитывается около пяти или шести сотен тысяч. Изабель, очевидно, была очень умна, раз ей удалось собрать об империи Сокортес такую точную информацию. Это было довольно неплохо. Хотя они были готовы к этому, некоторые из людей все же ахнули, услышав, что им предстоит объявить войну двум миллионам человек. Глядя на действия своих подчиненных, Изабель холодным тоном добавила, «Хе-хе, это ерунда, вы, безмозглые овощи. Это не два миллиона врагов, а два миллиона здоровых рабов. К тому же, у них есть бесчисленные сокровища, которые можно разграбить, и плодородные земли, которые можно заполучить». Только тогда остальные пираты, наконец, успокоились, вспомнив этих хиленьких аборигенов. Они взяли этих людей в рабство, так что им, очевидно, было известно, что этих людей можно подчинить одним лишь видом оружия. Они не сопротивлялись, как бы их ни пороли, иногда сотни таких рабов мог управлять всего лишь один Смотритель. Теперь, не обращая внимания на их численность, пираты, наконец, оживились, почувствовав огромное превосходство. В точку. «Эти туземцы такие немощные, чего нам боятся. Кроме того, нам не нужно объявлять войну всем сразу. Мы можем начать с окраинных племен и подчинять себе по несколько групп, чтобы те работали на нас и убивали своих же сородичей», — тихо заговорил Рональд, «если мы завоюем такую огромную территорию или даже десятую ее часть, каждый из вас получит невообразимое количество богатств и даже дворянские титулы из собственной земли». Пираты постоянно рисковали своей жизнью. Услышав что-то столь соблазнительное, они начали прерывисто дышать, а их глаза налились кровью. Правильно. Так как мы, маркизы, моя семья имеет право присваивать титулы. «Когда придет время, я, безусловно, не поскуплюсь». Обещание Лилина сразу же привело пиратов в восторг. Искушение стать дворянами окончательно убедило этих пиратов, и они приготовились усердно потрудиться. Люди со стороны Тифа забеспокоились. В конце концов, членам духовенства тоже нужно было есть и пить, а также жить безопасной и комфортной жизнью. Это приказ нашего господа. «Мы должны завоевать империю туземцев и распространить там свою веру», — мрачно объявил Тиф. «За нашего господа». Остальные стали благоговейно молиться. Пожимая друг другу руки, все они постепенно покидали каюту. Внутри остались только Тиф и Изабель. «Не имеет значения, во сколько раз они превосходят нас по численности, но разве господин не подумал о возможности того, что они могут быть защищены богами?» Мрачно спросил Тиф. «Как раз этого Лилины старался избежать?» «Им-им-им, я тоже хотела предупредить тебя об этом». В нескольких племенах туземцев во внешних морях имеются свои тотемы веры. Некоторые даже сопоставимы с легендами или полубогами, серьезно согласилась Изабель. С их точки зрения, независимо от того, какими бесполезными были туземцы, у них могла иметься парочка истинных богов. Это было бы просто ужасно. В конце концов, Лилин был всего лишь божественным существом. О безжалостности божественных сражений можно было узнать из исторических стихотворений и поэтических эпопей. Вам не нужно беспокоиться об этом. На острове Дебанкси правда имеется несколько своих религий и божественных существ, но это, максимум, полубог, но не истинный бог. Кроме того, боги континента не заинтересованы в вере туземцев, заверил их Лилин. Когда дело доходило до богов, он, очевидно, был среди них самым сильным. Услышав это, Изабель и Тиф успокоились. Хотя между ним и истинными богами и существовала огромная разница, разница между божественным существом и полубогом была не такой большой. У них все еще хватало смелости рисковать своей жизнью ради этого. Что касается того, откуда Лилин знал об этом, Изабель и Тиф благоразумно не стали задавать ему лишних вопросов. У богов всегда были свои секреты. Лилин тоже не был намерен делиться своими планами. После того, как они ушли, он подошел ко дну трюма и посмотрел на группу рабов туземцев, съежившихся от страха. В рамках подготовки к этому походу, эти туземцы должны были быть переводчиками и коммуникаторами. Это уменьшило бы ненависть туземцев к их колониальному вторжению. Глава 992. Загрязнение, и, чип, покажи мне схему исследований души. Лилин не обращал никакого внимания на перепуганных туземцев. Со взмахом руки к нему приблизился иссохший старик, и Лилин прижал ладонь к его голове. Время шло, и выражения на лице мужчины быстро сменялись. Было на нем и счастье, и страдания, но в основном замешательства. Остальные туземцы отступили, в страхе наблюдая за тем, как Бог вручает старику дары. С их точки зрения, и лидеры рабов, и надзиратель были удивительными людьми. Что касается Лилина, который возглавлял тысячи пиратов и имел в своем распоряжении несколько сотен крупных кораблей, то он намного превосходил их племенных вождей и старейшин. Возможно, единственным, что могло сравниться с ним, были их тотемы. Бип. Схематический анализ души завершен. Начинаю сравнение, и... Чип спроецировал перед Лилином цветное изображение, сравнивающее душу туземца с душой обычного человека. Несколько отличающихся областей специально были выделены темным цветом. Вернув ставшую бесполезной лабораторную крысу обратно в темницу, Лилин вернулся в свою спальню. В его глазах замелькало большое количество данных, и он тут же посерьезнил. Как и ожидалось, с душами туземцев что-то не так. Какое-то время назад Лилин обнаружил чрезвычайно интересное явление. Ни одно из племен туземцев во внешних морях не верило в истинных богов. Это было что-то немыслимое. Боги так жаждали веры, что даже не оставляли в стороне странных существ и грязных зверей. Так с чего бы им отказываться от этих умных туземцев, даже если их души не были даже на десятую часть так же сильны, как души простолюдинов с материка, боги все равно понимали, что вместе эти туземцы могли быть для них очень важны. Однако туземцы всех племен, на которые нападал Лилин, верили в духов природы и тотемы. Не было ни одного случая веры в богов с материка. Единственным объяснением этому могло быть то, что в их силе веры существовал какой-то недостаток, заставивший богов отказаться от них и относиться к ним, как к мусору. Они позволяли туземцам делать то, что им вздумается, и, даже если они знали о существовании огромной империи туземцев, они не беспокоились об этом. Проведя большое количество исследований и сравнений, а также задействовав свои собственные способности божественного существа, Лилин, наконец, коснулся разгадки этой тайны. Это душа. Проблема не совсем внутренняя. На самом деле она загрязнена. Лилин стал торжественным. Кроме того, эта мутация имеет отметку тайных и магических заклинаний. Она находится в самых глубинах их генов и передается из поколения в поколение. По сути, сила веры была просто энергией души, рассеивающейся, когда верующие достигали эмоционального пика во время своих пылких молитв или церемоний. Используя свои домены и божественные искры, боги поглощали эту энергию души и превращали ее в божественную силу. Этот процесс не особо отличался у младших и высших богов. Что произойдет, если мы поглотим эту мутировавшую силу души? И. Чип. Сымитируй поглощение веры туземцев, приказал Лилин, заинтересованно поглаживая подбородок. Бип. Задача поставлена. Начинаю с симуляции. Подготовка модели. Большие объемы данных замелькали перед глазами Лилина, формируя варианты развития событий. Статуя мало расстояла у алтаря туземцев, окруженная молящимися туземцами. Сила веры, видимая только для божественных существ, колебалась, собираясь перед каменной статуей. Поначалу в статуе не было никаких изменений, и ее божественная сила постепенно увеличивалась. Однако спустя десятилетия статуя стала нечеткой. Темно-красный блеск витал вокруг нее, а малор стал более жестоким и требовал постоянных кровавых жертвоприношений. Еще столетия спустя божественное царство малора сотряслось от его отчаянного рева. Гигантское тело обезьяны опустилось на главный материальный уровень, крепко связанное со жрецами туземцев. Прошло еще пять столетий, и малор стал чудовищем без собственного разума. Он превратился в золотой флаг с изображением обезьяны. Я использовал в качестве модели малора, так как хорошо знаком с его божественной силой, но я и подумать не мог, что с ним может произойти такое, как только симуляция закончилась. Лейлин начал испуганно обдумывать увиденное. С силой веры туземцев определенно что-то не так. Она сильно загрязнена и может даже привести к тому, что истинный бог ослабеет и, в конечном итоге, падет на главный материальный уровень. Из-за постоянных жертвоприношений он привяжется к земле, а его разум постепенно будет стираться, пока от него не останется один лишь чистый инстинкт. Такое несчастье ничем не отличалось от самоубийства. Неудивительно, что боги обходили этих туземцев стороной. Потерять свое святое царство и быть изгнанным в эту область, где твое самосознание со временем разрушится. Это хуже, чем заточение. Сила их веры загрязнена, но это заложено в них на уровне генов, поэтому они попросту не могут этого изменить. Лейлин задумался. Раз так, то мне не нужно беспокоиться о том, что другие боги могут вмешаться в осуществление моих планов. Тем не менее, мне придется взять на себя всю тяжесть. Хотя поклонения этих жителей было недостаточно, а духи, с которыми они были связаны, были не такими могущественными, как боги. Полубог, уподобившийся этим духам, вполне мог стать сравнимым с богами. Тотемные полубоги были бы настолько сильны. Конечно, как только они покинут эту территорию, сила таких полубогов резко упадет. Что бы там ни было, это возможность. Огромная возможность. Глаза Лейлина вспыхнули, когда в его голове стали проигрываться бесчисленные возможные сценарии. Оставалось только воплотить их в реальность. Однако несовершенство и загрязненность этих духов все еще вызывает у меня беспокойство. Если я полностью в них не разберусь. Лейлин вспомнил несколько образцов этих тотемов, и его божественное сознание стало копаться глубоко в генах. Ища древние воспоминания. На поле боя пылал пожар. Плавучие города врезались в землю, как метеориты. Арканисты, которые всегда были такими умными и дальновидными, которые контролировали всю правду в мире, теперь были мертвы. Кто их убил? Боги. Последние оставшиеся в живых арканисты не терело кричали от ненависти и боли. Искра тайных заклинаний Майс никогда не угаснет. Мы никогда не сдадимся. Лейлину было доступно лишь несколько фрагментов памяти, и даже он, с его силой, мог обработать лишь малую их часть. Однако информации, полученной из этой маленькой части, было достаточно для того, чтобы он зашевелился. Значит, эти люди на самом деле являются выходцами из эпохи не терела. Ахнул Лейлин. Ранее он уже встречал других людей из эпохи не терела, таких как Хелин. Хотя было довольно жалко наблюдать за тем, как они бегают и прячутся, чтобы выжить, по сравнению с этими туземцами, они жили просто прекрасно. Кто бы мог предположить, что прогрессивные и культурные жители не терела за несколько десятков тысяч лет падут до такого жалкого состояния. Их называют варварами и глупцами, а некоторых даже захватывают и превращают в рабов. Лейлин вздохнул. Теперь он мог понять, что произошло в прошлом. Боги были недовольны бесстрашными исследованиями арканистов не терела, и это, в конечном итоге, привело к войне. Они начали убивать всех арканистов, и большинство плавучих городов канули в лету. Целая цивилизация пала в одночасье. Именно в этот момент и собралась группа людей не терела. Вероятно, они хотели противостоять порабощению богов и были очень решительно настроены. Они проглотили лекарства, отвергающие силу веры, а остальным просто не повезло, и они оказались втянутыми в битву с высокоранговыми богами и стали сопутствующим ущербом. В любом случае, души людей не терела претерпели колоссальные изменения, и теперь они считались ядовитыми для силы веры и, соответственно, для самих богов. Боги определенно не приняли бы их, поэтому им пришлось бежать через моря, в результате его они здесь и обосновались. Во время этого процесса, из-за силы богов и других воздействий, эти люди значительно регрессировали. То, что когда-то было знаменитой культурной цивилизацией, превратилось теперь в кучку варварских неразумных племен. Если мое предположение верно, предки этих туземцев превратились в варваров, отвергнув силу веры. Это лишило их возможности найти хотя бы одного бога, к которому они могли бы обратиться. Вот ведь досада. Лейлин почувствовал нестерпимую боль от утраты целой цивилизации. Его глаза покраснили. Однако, раз уж все так сложилось, отдайте свою кровь, слезы, ненависть и силу веры. Все. Боги, может, и не могли решить эту проблему, но Лейлин мог обойти ее. Его древний облик, поглощающий кошмары, способный поглощать эмоции миллионов людей, определенно предоставил бы ему силы, необходимые для того, чтобы конкурировать с богами. Конечно, я должен держать это в секрете. По крайней мере, до того, как я начну свое вознесение, способность использовать силу веры этих жителей не должна быть раскрыта. Лейлин потер виски, почувствовав головную боль. Количество тайн, которые он хранил, продолжало расти, мне придется основательно проработать план. К счастью, острова Дебанкс почти не имеют контакта с материком, поэтому у меня есть шанс сохранить эту информацию в секрете. Глава 993. Пылающая птица сотни военных кораблей скользили волнам внешних морей, создавая великолепное зрелище. Однако для человека, который отвечал за это дальнее плавание, все было не так красиво. На кораблях плыло 5000 человек, которых нужно было прокормить, а это было огромной проблемой в открытом море. Кроме того, людей Лейлина постоянно охватывала беспокойство и болезни. К счастью, этот экипаж изначально был пиратами багрового тигра, поэтому они могли справиться с таким дальним плаванием. Тиф отправил своих послушников на каждый корабль, чтобы повысить боевой дух людей. Без помощи священной магии это было бы для них очень тяжелым испытанием. Лейлин стоял на палубе флагмана, глядя на бескрайнее море. Он тихо вздохнул. Наши запасы еды и воды быстро истощаются. Война вдалеке от дома, действительно огромная авантюра. К счастью, мы сможем добраться до островов Дебангс, прежде чем наши запасы иссякнут. На лице Изабель появился румянец, что было редким зрелищем. Командование багровыми тиграми в течение стольких лет убило эту элегантную юную леди. Теперь она была пиратом, полным жестокости и хитрости. Только когда она была с Лейлином, она показывала часть своей девичьей стороны. Мы захватим припасы, когда достигнем суши. Это может быть не самый безопасный метод. Услышав удивленный вопрос Изабель, Лейлин покачал головой. У нас ограниченное число людей. Каждый из них чрезвычайно ценен, поэтому мы не можем идти на бессмысленные жертвы. Даже в предыдущем мире Лейлина было трудно выигрывать войны, преодолев долгий путь. О чем ты думаешь? Изабель посмотрела на него. Он уже составил навигационную карту с островом Дебангс в центре. Масштаб был несколько абсурдным, но этого было достаточно. Обходным путем мы доберемся до этой области, Лейлин указал на группу островов возле острова Дебангс. Они были достаточно крупными, чтобы на каждом из них имелось свое собственное правящее королевство, а вокруг них располагалось множество других островов поменьше. Ты хочешь сказать? Итак, сначала мы захватим острова Чихуахуа и используем их в качестве пункта снабжения, предположила Изабель. Хотя она тоже думала об этой стратегии, на ее подготовку требовалось слишком много времени. Лейлин продолжал поддерживать неторопливый темп перед лицом давящей ситуации. Да, кажется, там живет племя более чем из 10 тысяч человек. Мы сможем использовать их в качестве тренировки, чтобы наши люди могли отточить свои навыки, хотя и Лейлин, и Изабель были уверены в силе своей армии, невозможно было добиться координации действий за день-два. Лейлин хотел, чтобы они немного потренировались. Я поняла, этот медленный и уверенный шаг дал Изабель понять, насколько решительным был Лейлин, поэтому она немедленно передала своим людям его приказ. Острова Чихуахуа располагались недалеко от острова Дебангс. Племя, проживающее здесь, было вассалами королевства Сокортес, но из-за того, что их разделял океан, они были совершенно независимы. Из-за недостаточного мастерства в строительстве лодки, даже если они срубили бы все деревья в этом районе, чтобы сделать деревянные плоты, они все равно не смогли бы устроить восстание. Даже если бы у правителя племени родилась такая мысль, его старейшины и священники отговорили бы его. В такой ситуации это племя жило достаточно хорошо, если сравнивать с другими, которые должны были платить империи гораздо больше дани. Вождя этого племени звали Аббас, и его окружали и обслуживали его служанки. Пока он лениво наслаждался тропическими фруктами, его обдували гигантским банановым листом. Аббас был темнокожим и очень тучным. Слои жира на его теле делали его похожим на гигантскую свинью. Однако его шея была очень тонкой, как знак благородства. На его губах было несколько металлических сережек, а само лицо было измазано масляными отметинами, скрывающими его истинные черты. Пока Аббас наслаждался своими горничными, к нему в комнату ворвался чрезвычайно тощий старик. Что-то случилось. Ау, мудрый священник, что заставило вас так разволноваться? От первосвященника сильно несло благовониями, смешанными с ламповым маслом, а на голове его была надета пернатая пятицветная корона. Перья были по три метра в высоту, что выглядело довольно угрожающе. Первосвященник опустился на колени, серьезно заговорив «Могущественный вождь островов Чихуахуа, наш родовой дух разгневан. Вы должны быть там лично. Родовой дух разгневан? Неужели наших жертв было недостаточно?» Теперь Аббасу было очень трудно спокойно получать удовольствие. Он оттолкнул горничных и посмотрел на первосвященника. «Нет, я думаю, что это больше похоже на предостережение». На лбу первосвященника виднелось пятно крови, и он явно был шокирован происходящим «Доставьте меня туда». Аббас махнул рукой, и несколько туземцев, похожие на обезьян, подняли стул, на котором он сидел, и зашагали вперед. Менее чем через час все туземцы племени собрались, наблюдая за тем, как первосвященник в центре совершает ритуал. В воздухе стоял запах какого-то горящего ладана. Аббас, как их лидер, был одет в свой тяжелый церемониальный наряд. Он стоял во главе процессии в пятицветной звериной шкуре и наблюдал за неустанными танцами первосвященника, похожими на приступ эпилепсии. В центре процессии стоял флаг из необработанной звериной шкуры, на котором проступали следы красноватого золота. Могучий родовой дух. Какую подсказку вы хотите нам дать? Аббас опустился на колени, а остальные туземцы последовали его примеру. Грохот. Когда все туземцы оказались на земле, из сердца алтаря поднялось огромное облако. Фантом существа промелькнул в воздухе, выпустив несколько рыков, которые трудно было разобрать. Родовой дух предупреждает нас. В этот момент первосвященник вскочил, словно получив божественное просветление. С запада надвигаются невиданные враги. Они плавают по морям на стальных крепостях, принося с собой резню и смерть. Они, первосвященник замер с пеной урта. Кто они? Аббас потряс первосвященника за шею, пока тот не стал пурпурно-красным, словно вот-вот готов был задохнуться. Это светлокожие дьяволы. Выплюнув эти слова, первосвященник потерял сознание. Светлокожие дьяволы? Аббас потер подбородок. Отдайте приказ. Все воины должны пойти к западному побережью с копьями и каменными клинками. Словарный запас и опыт туземцев были ограничены. Даже их вождь не понимал, что это мог быть за светлокожий дьявол. Все, что они знали, это то, что их враг был близко. О, воодушевленный родовым духом, крепкие воины племени быстро выполнили эту задачу. Аббас был полон храбрости, ведя своих подчиненных вперед. Я сдеру скальпс их лидера и повешу его себе на стену в качестве трофея. Хэм. Наше нападение, похоже, было обнаружено. Лилин нахмурился, стоя на палубе, к счастью, это лишь небольшое племя. Духи природы, которым они поклоняются, в лучшем случае являются божественными существами. Увидев воинов-туземцев на побережье неподалеку, Лилин крикнул. Изабель. Тиф. Да. Вы возьмете на себя командование. Не нужно беспокоиться ни о чем другом. Просто захватите острова Чихуахуа. Не забудьте перекрыть море, не позволяйте никому уйти. Лилин ушел сразу же после того, как отдал приказы, чтобы разобраться с божественным существом. В конце концов, было бы лучше, если бы им удалось сохранять известие о своем вторжении в тайне как можно дольше. Изабель, взявшая командование на себя, достала меч красного дракона и бросила презрительный взгляд на туземных воинов на побережье. У них в руках были деревянные копья и каменные лезвия, а также каноэ. Бомбардируйте их. Пусть они увидят нашу мощь. Крикнула Изабель. Туземцы были ужасно экипированы, и у них было менее двух тысяч воинов. Они были, как жирный кусок мяса, поданы им на блюдечке. Вперед. Пираты немедленно издали ужасные вопли с кораблей. Волна пушечного огня выстрелила племя туземцев. Сверепые взрывы, сопровождаемые жуткими криками, заставили Аббаса застыть на месте. Древний предок. Это огромная крепость на море и этот божественный огонь. За что это нам? Бесчисленные военные корабли подошли к берегу. Их канои уже были опрокинуты, и стражи рядом с ним уже кричали, пытаясь убежать. Вождь издал отчаянный вопль. В следующий миг голова этого старого вождя упала на землю. Хех. Эта жирная свинья, очевидно, была высокопоставленным человеком. Интересно, есть ли у него трофеи, под этот голос. Золотые и серебряные аксессуары мгновенно исчезли с тела вождя. Это дух-хранитель туземцев, хотя он и обладает божественностью, у него очень низкий интеллект. Лейлин взглянул на божественное существо, которое выглядело как пылающая птица, и в его глазах засверкал свет и чипа. Твоих последователей убивают, и сила твоего домена уменьшается. Подчинись мне, и я позволю тебе жить. Лейлин использовал свою божественную волю, чтобы отправить волну информации, но в ответ получил лишь разгневанный рев. Чу-чу. Сноб золотого пламени объял Лейлина, заставляя воздух вокруг него искажаться и вздыматься. Глава 994. Домен резни, Хаймыф, какой упрямый идиот. Ты еще даже не зажег свой божественный огонь, а уже осмеливаешься идти против меня? Лейлин фыркнул, и пламя тут же погасло. Получив божественность, он больше не считался с обычными божественными существами. Это божественное существо перед ним просто искало смерти. При этой мысли Лейлин взглянул на результаты сканирования Эйчипа. Тотемный дух, пылающая птица, божественное существо. Сила. 15, плюс 5. Ловкость. 17, плюс 5. Живучесть. 19, плюс 5. Дух. 20, плюс 5. Навыки. 1. Домен. В радиусе действия молитв его верующих дух Тотема усиливается. Все характеристики увеличиваются на 5. 2. Сродство с пламенем. 3. Священная форма. Иммунитет ко всем заклинаниям ниже 5. Горанга. 4. Неизвестно, когда он находится в радиусе действия молитв своих последователей, все его показатели увеличиваются на 5. Это действительно Бог, подобный земным духам. Лейлин засмеялся. Так ты от них зависишь. К сожалению, твое время прошло. С потерей своих последователей, импульс, который ты получаешь от своего домена, уменьшится. Сейчас самое лучшее время, чтобы подчиниться мне. Импульс от домена был возможен только благодаря существованию его последователей. Сейчас, однако, на них напала армия пиратов, и многие юноши из племени туземцев уже были убиты. Сила Веры стремительно падала. Последствия массовых убийств были незначительными. Проблема, однако, заключалась в том, что без защиты духа тотема Вера туземцев рухнула. Лейлин увидел, что плюс 5 в конце каждой характеристики постепенно падает до плюс 4. Поскольку земли, захваченные его армией, продолжали расти, эта цифра снижалась и дальше. Вера ли это, такая мощная и такая жалкая? Лейлин вздохнул, заметив жульничество тотемного духа. Если бы он действительно мог стать истинным богом и даровать божественные заклинания, вера его последователей не рухнула бы так быстро. Чу-чу. Лейлин на самом деле планировал подчинять себе эту пылающую птицу. Он должен был стать его основным гидом по острову Дибанкс. К сожалению, птица не планировала пользоваться добрыми намерениями Лейлина. Их разговор снова окончился огнем. Золотое пламя охватило Лейлина, и раскаленный огонь поглотил весь кислород в окрестностях, образовав нечто, похожее на вакуум. Эта способность подобна магии, но она не может нормально использовать божественности силу веры в своем теле. Это больше похоже на животный инстинкт. Лейлин вздохнул, и в его руках появился посох красного дракона. Так как он уже использовал сожжение души несколько раз, душа красного дракона в посохе уже уменьшилась, выглядя довольно уныло. Домен дракона. Конус огня. Однако перед лицом простого легендарного божественного существа Лейлину даже не нужно было сжигать душу дракона. Могучая драконья аура вырвалась из его посоха. Рев. Над Лейлином появился фантомный красный дракон, извергнув на пылающую птицу коническое пламя. Это немедленно привело гигантскую птицу в ярость. Грохот. Два огненных потока сражались в воздухе, окрасив горизонт в красный цвет. Как может такая грубая сила сражаться со мной? Закричал Лейлин. Когда коническое пламя, наконец, пробилось сквозь золотой огонь пылающей птицы и окутало ее. Чаучиу. Из пламени доносились разъяренные вопли, но было в этой ситуации кое-что необычное. Внезапно пламя красного дракона вспыхнуло, приняв форму красного лотоса. В самом его сердце порхала птица, которая, похоже, не была ранена. Напротив, она стала еще больше. Она щебетала от волнения, большими глотками поглощая пламя красного дракона, а ее золотое пламя становилось багровым. Чаучиу. Поглотив пламя красного дракона, пылающая птица увеличилась в размерах и, высокомерно посмотрев на человека, полетела прямо к фантому красного дракона в воздухе. Она может поглощать пламя, и Чик должен был узнать об этом. Это что, уникальная божественная способность? Глаза Лейлина сверкнули. Ты пытаетесь проглотить душу легендарного дракона? В таком случае, я отдам ее тебе. Сожжение души. Душа дракона на кончике посоха полностью сморщилась, и ее окутало полупрозрачное пламя, после чего фантом в воздухе начал становиться все более материальным, и каждая его чешуйка и коготь засверкали более резким светом. Внезапно в глазах красного дракона вспыхнул интеллект. Он взревел и обрушился на пылающую птицу. Пронзительные вопли дракона и птичьи крики шокировали как туземцев, так и пиратов, сражающихся на земле. Все они посмотрели вверх, наблюдая за битвой между красным драконом и пылающей птицей. Некоторые туземцы узнали свой татам и немедленно побросали оружие на землю, начав молиться, что уставились вперед. Драконья аура вырвалась из Изабель, когда она выдернула меч красного дракона из тела туземца, громко прикрикнув на пиратов. Имея двух легендарных людей и, превосходство нам противниками по силе, снаряжению и воинам, они смогли полностью разгромить туземцев. Пиратская армия теперь пробилась вглубь острова, а враги, с которыми они там столкнулись, были обычной неорганизованной толпой. Среди них были и старики, и юноши, и женщины, и немощные туземцы. Любой, кто не пожелает сдаться, должен быть убит. Никаких исключений. За свою долгую пиратскую жизнь Изабель лишилась жалости, присущей обычным женщинам. Пираты и дьяволопоклонники были злыми сами по себе, поэтому принялись беспрекословно выполнять ее приказ, возможно, даже более безжалостно, чем это было необходимо. Все, что я могу сделать, дать ему всю свою веру и позаботиться о битвах. Изабель размышляла о своем положении, пробиваясь вглубь поселения племени. Драконье пламя всюду следовало за ней, заставляя ее казаться самой красивой богиней войны. Чу, Чу. Между тем битва легендарных существ в небе близилась к завершению. Хотя Красный Дракон и был легендарным зверем, его душа была сожжена, он давно умер, и его сила уменьшилась. Его противник был равен ему по силе, но имел преимущество в виде божественности. После нескольких раундов боя он оторвал от тела Красного Дракона большие куски духовной силы и проглотил его пламя, в результате чего его золотой огонь стал красным. Кача. Кача. В конце, когда птица догрызла голову Красного Дракона, кристалл с душой Дракона на кончике посоха Лилина раскололся. Лиска после стольких применений духовная сила Дракона полностью иссякла. Видя, как душа Дракона рассеивается у него ни глазах, Лилин ничуть не удивился. Пылающая птица, напротив, ликующе чирикнула и проглотила красную фигуру Дракона, вместе с пламенем, которым он обладал. Пришло время действовать. Лилин полетел к пылающей птице. После поглощения души Дракона, ее тело стало просто огромным, и она источала Драконью Ауру, без страха встретив взгляд Лилина. В ее глазах читалась жажда. Ау, она и меня съесть попытается? Лилин не мог не рассмеяться, поняв, чего хочет птица. Вот уж действительно зверь. Он руководствуется одними лишь инстинктами и даже не заботится о том, сможет ли переварить меня. Сойди с ума. Лилин щелкнул пальцами, и в тот же миг пылающая птица начала корчиться, и ее окутало пламя, когда из ее тела показалась голова Красного Дракона. Хотя способность поглощать пламя и является твоим преимуществом, тебе стоило быть осторожнее, поскольку слишком много еды может означать, что ты сама можешь быть поглощена. Злобно улыбнулся Лилин, ты хорошо откормлена. Теперь ты действительно жертва, достойная резни. Вернись. Лилин подбросил посох Красного Дракона, и он начал парить в воздухе, пока не достиг головы пылающей птицы. Его острый конец быстро пронзил ее голову. Огромная пылающая птица легко могла уклониться от атаки, но, поскольку она была глупа, она оставалась там, где была, когда красно-золотое пламя обвилось вокруг ее тела, поедая ее свист. Посох Красного Дракона исчез в голове птицы, словно острая стрела, в результате чего во все стороны хлынула золотая кровь и пламя. Птица вскрикнула в последний раз, после чего раздался мощный взрыв. Звук исходил из ее желудка, превратившись в шторм, охвативший птицу изнутри. Лилин стоял в стороне, наблюдая за тем, как большое тело раздирается и поглощается штормом. Если все духи на острове Дебанкс имеют примерно такой же уровень силы, мне не о чем беспокоиться. Однако, с поддержкой империи туземцев, их духи, вероятно, столь же сильны, как полубоги. Лилин вздохнул. Армия пиратов уже проложила себе путь во внутренние регионы племен туземцев. Они начали свою безжалостную расправу над старыми, слабыми и больными людьми, попутно совершая разного рода зверства. Это и есть завоевание. Увеличивать свою силу путем непрерывной резни. Глаза Лилина выражали замешательство, когда раздался голос И. Чипа. Бип. Носитель убил божественное существо. Была найдена дополнительная информация о домене резни. Модель создана. Начинаю анализ Бип. Носитель постиг домен резни. Домен резни. Этот домен позволяет получать силу путем постоянных убийств. При таких условиях статистика носителя увеличивается на 1%. Текущий эффект. Существует шанс получить энергию души противника, а импульс от домена распространяется и на последователей. Глава 995. Завоевание домен резни. И вправду мощно. Пробормотал Лилин. Можно лишить врага жизни и энергии души во время кровавой резни, и быстро восстановиться. У богов также есть особые бонусы, поэтому его сила может увеличиться, если я убью более мощных существ. Подсказки и чипа тем временем продолжали всплывать. Бип. Носитель убил божественное существо. Домен резни был усилен с поглощением божественности противника. В тот момент Лилин почувствовал, что он поглотил следы божественности пылающей птицы, сформированной за столетие молитв туземцев. Золотой свет разлился по его телу, и благодаря домену резни эта сила фактически преобразовалась, став частью его собственной силы. Преимуществ, полученных в этот раз, достаточно, чтобы моя божественность резни значительно возросла. Это равносильно, по крайней мере, двум-трем годам молитв. Лилин выглядел взволнованным. Это путешествие во внешние моря определенно стоило того. По правде говоря, самым быстрым способом продвижения богов было завладение божественностью, божественной силой или даже божественной искрой путем битвы. Однако империя туземцев, какой она была сейчас, не была ценной. Сила веры в этих духов, а также их божественная сила имели множество недостатков, поэтому боги не обращали на них никакого внимания. Однако Лилин не боялся загрязнения магов. Кроме того, его облик, поглощающий кошмары, позволял ему естественным образом поглощать мощь этих родовых духов без особых проблем. Поглотив божественную силу, я смогу в полной мере использовать божественность и душу этой большой птицы. Лилин постучал по кристаллу на макушке посоха красного дракона. Чу, Чу, засиял ослепительный свет, и красный дракон, заключенный внутри, исчез. На его место встала жуткая гигантская птица, пылающая золотисто-красным пламенем. Заменить душу легендарного дракона, используя душу божественного существа, это очень хорошо. Лилин наблюдал за душой пылающей птицы. Теперь она была надежно заперта в кристалле, и неустанно кричала в неприятии. Хотя я уже забрал ее душу, мне все еще нужно переделать ее во что-нибудь полезное. Пока я не сделаю это, посох красного дракона должен быть запечатан. Лилин подсчитал, что после того, как он переделает его новый посох красного дракона, хотя его название и придется изменить, станет более мощным, чем легендарный предмет. Когда Лилин убил пылающую птицу, флаг над алтарем племени разорвался. Свирепое пламя поглотило тотем. Собравшиеся вокруг туземцы вскрикнули от страха, а лицо их первосвященника перекосилось и задергалось, после чего он упал в обморок спиной урта. То же случилось и с другими священниками и послушниками. Последователи богов обладали какой-то тотемной силой, позволяющей им общаться с богом и делать всевозможные невообразимые вещи. Однако теперь, когда их тотемный дух был мертв, их ждала та же участь. Извлечение силы, слившееся с телом, было похоже на удаление органов у человека. Неудивительно, что некоторые из них просто умерли на месте. Если бы они поклонялись истинному богу, все было бы еще хуже. Хотя могло быть и хуже, эта ситуация привела туземцев в ужас и панику. Ах родовой дух. Он мертв. Злой бог врагов, светлокожих дьяволов, убил нашего родового духа. Ааа, наши вождь, первосвященник и родовой дух мертвы. Надежды всех пожилых, молодых и больных туземцев мгновенно рухнули. Поначалу они держались, полагая, что их дух защитит их от нападения. Смерть этого защитника стала для них огромным ударом. Сражения продолжались, и боевой дух туземцев заметно снизился. Все, кто сопротивляется нам, будут убиты, будь то старики или дети. Пираты и дьяволопоклонники, подчиненные Лейлином, направились к алтарю племени. Мои последователи. В этот момент все пираты, которые верили в крылатого змея Кукулькана, услышали низкий торжественный голос в своих головах. Я даю вам мое благословение. Вы должны получить силу через резню. Свежая кровь ваших врагов даст вам мужество, а стоны их испуганных душ восстановит вашу жизненную силу. Слова звучали как божественные указания, когда в небе появился ужасающий фантом Таргариен. Это наш господь. Крылатый змей показал себя. В отличие от обычных верующих, реакция послушников, обученных Тиффом, была более сильной. Домен резни импульс. Фигура Лейлина замерла в небе над полем боя. Темно-красный свет переместился из его домена к верующим на земле. Это сила нашего бога. Крылатый змей защищает нас. Легким взмахом руки Робин Гуд отрубил одному из туземцев голову. Сделав это, он почувствовал, что выносливость, которую он утратил, волшебным образом восстановилась. Он осмотрелся и увидел, что пираты, которые только что были очень уставшими, теперь были полны энергии. Какую ужасающую мощь в бою может дать нам эта способность? Эффекты этого домена были бесподобны. Небольшое сопротивление, которое все еще оказывали туземцы, полностью рухнуло, и члены племени начать дико вопить и кричать. Когда Лейлин предстал перед своими людьми в обличье Бога и показал им свою защиту, решительность туземцев улетучилась. Многие из них начали сдаваться, и плотное черное пламя окутало небо над поселением племени. Наступил вечер. Отражение заходящего солнца в море делало его красным, как кровь. Лейлин сидел во дворце вождя, слушая отчеты своих подчиненных. Это место населяло несколько меньших племен, состоящих примерно из десяти тысяч человек. Этот дворец был просто большим домом с красивыми звериными шкурами на стенах. Тем не менее, по сравнению с домами обычных туземцев, здесь было довольно неплохо. Операция закончилась полной победой. Мы убили около тысячи местных воинов и захватили более десяти тысяч пленных. В то же время, мы потеряли несколько десятков наших людей. Когда Изабель заговорила, Робин Гуд и Рональд начали краснеть от волнения. Кроме того, морские пути были перекрыты, поэтому ни одному из местных Каной не удалось уйти. Весть об этом, безусловно, не покинет пределы этого острова, добавил Тиф. Когда за остановку туземцев отвечал Тиф и другие элитные бойцы, их побег был просто невыполнимой задачей. Хорошо. Далее следует организовать рабов и обыскать остров. Многие туземцы подчинились ему в этой суматохе, а у него была нехватка рабочей силы. Лилен не возражал. В конце концов, это был изолированный остров. Теперь, когда он контролировал морские пути, куда они могли уйти. Самое главное сейчас, покорить туземцев и распространить веру. После этого я смогу сформировать второе войско, состоящее из туземцев. Истории колониализма из его прошлой жизни давали Лилену множество примеров для подражания. Элитные пираты были его основной группой, и он не мог рисковать ими. Каждая операция с ними должна была заканчиваться огромным успехом и давать им чувство, будто они всемогущи. Его следующей задачей было управление и распределение этих туземцев, чтобы сформировать второстепенную армию и свою охрану. Необходимо было спровоцировать племена туземцев нападать друг на друга, вызвав тем самым междоусобицы. Было бы еще лучше, если бы ему помогла болезнь. Из-за различий в их мирах, битвы между богами были чрезвычайно важны. Если бы Лилен мог уничтожать татемы, в которые верили туземцы, все было бы гораздо проще. Остров Дибанкс был просто жирной свиньей, ожидающий, когда ее убьют. Но все это в будущем. Сейчас Лилен сосредоточил свое внимание на организации аборигенов островов Чихуахуа. Наступила ночь. Холодный ветер вынуждал многочисленных связанных туземцев кучковаться, в надежде получить тепло от дрожащих тел друг друга. В противовес этому, в центре площади горел огромный костер, разрушенный алтарь возле которого уже был заменен совершенно новым идолом. На вершине гигантского основания из обсидиана красовался огромный зловещий змей с мясистыми крыльями. У него были острые когти, сверкающая чешуя и один единственный рог. Большие демонические крылья простирались широко в стороны, а вертикальные глаза источали безжалостную кровожадность. Эту статую Лилен выбрал для себя сам. Он все еще боялся других богов, поэтому он просто не мог открыто себя показывать. Самым подходящим вариантом был образ Таргариен. Туземцев отправляли к этой статуе партиями, приказывая присягнуть ей на верность. Перед этим они еще должны были потоптать флаг пылающей птицы. Какими бы глупыми они ни были, туземцы знали, что такое богохульство означает покорение. Это вызвало волны хаоса. Влияние родового духа не могло исчезнуть так легко. Однако, несмотря на возмущение, вся кровожадность туземцев улетучилась перед лицом острых клинков пиратов. Столкнувшись с ними, один из туземцев испуганно преклонил колени. Остальные вскоре последовали его примеру. Лилин чувствовал веру многочисленных туземцев и страх, который сопровождал ее. Он огляделся и вздохнул. Почитание богов всеми формами жизни является источником веры. Суть божественной силы – в прозорливости и величии. Глава 996. Святая под угрозой неминуемой гибели туземцы подчинились дьявольскому змею, который убил их родового духа, и отдали ему свою веру. Массивная и необузданная сила веры, пусть и с небольшой долей неизвестного загрязнения, хлынула в тело Лилина через плетение. Поклонение превращается в веру, пожиная эту новую силу. Лилин стал лучше понимать путь богов. Соглашение между богами и смертными было лишь основой божественности. Другим важным требованием было поклонение. Если бы оно было потеряно, то было лишь вопросом времени, когда сила веры перейдет к кому-то другому. Убийство и смерть были наиболее эффективными способами заставить людей поклоняться себе. Просто вера этих туземцев несовершенна. Обнаружив огромное количество загрязнения, которое могло разрушить его божественные силы и, в конечном итоге, уничтожить его самого. Лилин ухмыльнулся, но, разве может моя квинтэссенция быть так легко загрязнена? Бызызы. Темно-красные руны поползли по телу Лилина. Кошмарный глаз открылся меж его бровей, начав поглощать загрязнение и преобразовывать его в чистейшую силу воображений. Сила воображений, безусловно, самая покладистая из всех сил. Лилин удовлетворенно кивнул головой. Благодаря его способностям чернокнижника, в сочетании с обликом, поглощающим кошмары, он мог легко поглотить веру этих туземцев. Тем не менее, мне нужно время, чтобы правильно переварить это. Лилин мог чувствовать через плетение переплетающиеся эмоции своих последователей и нестабильность их веры. Тем не менее, это было только начало, и он добился этого путем массовых убийств. Лилин был доволен результатом. Что сейчас действительно важно, так это другие племена. В следующий раз мне нужно будет изменить свою стратегию. Лилин вспомнил познание из своего предыдущего мира. Постоянные кровь и слезы доказывали, что война никогда не закончится. Независимо от того, сколько человек стремился к миру, всегда находились люди, которые ударяли по врагу, когда этого никто не ждет. Единственный способ завоевать их, показать свою силу, постоянно убивая их людей, пока они, наконец, не сдадутся. Существовало много нестандартных способов добиться этого, но им легко было противостоять. Теория была проста. Это был мир, где человек человеку волк. Если бы Лилин был обычным лидером, он бы решил убить членов всех племени. В конце концов, у него уже был недостаток в численности. Независимо от того, как слаженно они работали, даже небольшие группы могли доставить крупным объединениям неприятности, не говоря уже о том, что в этой ситуации их численность была прямо противоположной. Слава Орла Соединенных Штатов Америки была достигнута слезами, кровью и потом. Однако Лилин, как Бог, должен был прибегнуть к другому подходу. Боги превосходили людей. По достижении этого царства, их видение больше не ограничивалось видением людей. С вечной жизнью, конфликт между племенами был для них пустяком. Если говорить откровенно, то, даже если бы ему пришлось использовать всю несовершенную силу веры, которая исходила от этих туземцев, чтобы соответствовать силе богов, Лилин был бы готов это сделать. Таким образом, он освободил бы себя от всех этих межплеменных конфликтов, сосредоточившись только на силе веры. Чем больше люди почитали его и чем больше силы веры ему давали, тем больше чести им было бы оказано. Даже простой туземец мог бы стать священнослужителем или даже епископом. Если бы он был набожным и благоговейно молился, конечно, Лилин знал, что Бог должен относиться ко всем одинаково, без предвзятости. По крайней мере, таков был подход богов этого мира. Однако абсолютное отсутствие предвзятости было применимо только к различным волям мира. Если рассуждать реалистично, то до тех пор, пока большинство его веры будет исходить от пиратов и дьявола поклонников, Лилин будет благоволить именно им. Однако в будущем, когда он покорит остров Дебанкс, ему придется полагаться на силу веры его жителей. Тогда его приоритеты изменятся. Ему только нужно быть прагматичным и подбирать туземцев, делая их священниками или святыми, чтобы показать, что все равны и дать им надежду. Лилин переключил свое внимание на поле, используя свое божественное чутье. Битва продолжалась, и не все туземцы были напуганы. Когда процесс смены веры был вынужденным, всегда находились герои, противящиеся этому. Будь то мужчины или женщины, юноши или старики, единственным, что их объединяло, была непоколебимая решимость в их глазах и дух мученичества. Пираты просто обезглавили их, и свежая кровь, хлынувшая на поле боя, вселила еще больше ужаса в сердца туземцев. Красивая женщина, не пожелавшая подчиниться, стала для них способом выставить на показ свою мужественность. Для них не было разницы, кого убивать. Изабель не пресекала эти действия. Смена веры должна была сопровождаться свежей кровью, а тех, кто не желал подчиниться, ожидала одна лишь смерть. Если их веру невозможно было изгнать из их душ, они должны были исчезнуть во плоти. До того, как люди стали цивилизованными, все проблемы устранялись убийствами. Никто не пытался решить их иначе. По мере развития культуры, от этого метода отказались. Однако в мире богов все еще господствовали законы джунглей, даже на материке. Никто больше не будет кричать о своем несогласии во все услышание, но будут те, кто подчинился мне только на словах. Они станут незаметно плести лентриги. Лейлен усмехнулся над этой мыслью. Как говорится, люди привыкли преклонять колени. Когда они клялись ему в верности, он мог получить их веру и в будущем укрепить ее. Тайные проблемы легко было решить. Лейлен, как божественное существо, мог отличить ложь от истинного поклонения. Эти люди никогда не смогут подняться по иерархической лестнице и, как только они проявят признаки мятежа, их немедленно казнят. Используя метод кнута и пряника, Лейлен полностью подчинил бы их себе, сделав их преданность непоколебимой. Только у меня не так много времени, Лейлен покачал головой. В этот момент множество священнослужителей в черных мантиях заполонили поле боя, успокаивая туземцев, как каких-нибудь ягнят. Забудьте ложных богов, в которых вы верили, и отдайте свою веру нашему Господу. Даже членам ваших семей будет даровано спасение, если вы сделает правильный выбор. Угроза жизни делала их уязвимыми во многих отношениях. Тиф понимал это, поэтому сам, без приказа Лейлена, послал своих послушников успокоить туземцев. Благодаря обнадеживающим словам этих послушников, еще больше туземцев поклялись Лейлено в своей вере, что еще больше усилило его связь с плетением. Девочка-туземка посмотрела на Тифа. Ее глаза выдавали ее опасения. Если, если я решу поверить в вашего бога, будет ли спасен мой отец? Тиф мягко улыбнулся, опустившись рядом с ней на колени. Кто твой отец, и где он? Спросил он девочку с бледно-желтой кожей и темными волосами. Ее лицо было покрыто следами грязи и угля. Он, он был храбрым воином нашего племени. Он умер сегодня на берегу. Робко сказала девочка. Будет. Тиф погладил ее по волосам. Наш Господь овладел доменом резни. Все души, которые погибли, безусловно, могут быть спасены. Если ты поклянешься в своей вере, тогда я клянусь. Девочка опустилась на колени перед статуей и с величайшей искренностью начала кланяться ей. Она настолько не щадила себя, что ее лоб стал синим, и на нем проступила кровь. Всемогущий епископ. Я знаю, куда ушла группа воинов племени, включая вождя. Они прячутся в горном ущелье в Бакале. Туземцы взбушевались, шокированные предательством этой маленькой девочки. Ее спокойствие удивило даже Тифа. Очень хорошо. Ты будешь вознаграждена. Тиф посмотрел на послушника, стоящего сбоку, чтобы тот передал эту важную информацию другим лидерам. Он ласково посмотрел на маленькую девочку, пытаясь придумать, как ему ее наградить. Но, прежде чем он успел это сделать, статуя Таргариен засиял золотым светом. Его сила заставила всех бессознательно опуститься на колени. Всемогущий Господь. Божественная аура словно ожила под этим священным светом, и ее луч вошел в тело девочки Туземки. Ты добра, но решительно. Я благословляю тебя. Золотой свет окутал тело девочки, оставив знак на ее лбу. Когда свет померк, Тиф торжественно посмотрел на девочку. Твое имя? Я Барбара. Барбара Маруя. Ты получила благословение Бога Крылатого Змея. С этого момента ты, святая нашей церкви. Тиф поднял девушку на свое плечо. Пусть Крылатый Змей всегда будет с тобой. Кукулькан. Кукулькан. Многочисленные послушники фанатично выкрикивали божественное имя Лилина. В то же время, эта атмосфера с мгновенно возвысившейся Барбарой, возродила надежду в сердцах туземцев. Лилин почувствовал новый всплеск силы их веры, и сеть их веры стала прочнее. Глава 997. Шантаж. Большие скопления людей. Это действительно полезно. Неудивительно, что церкви из моего прошлого предпочитали проводить богослужения в определенные дни каждую неделю. Лилин, перестав наблюдать за туземцами, покачал головой. То, когда племена островов Чихуахуа перейдут на его сторону, было лишь вопросом времени. Он верил, что Тиф поймет его намерения и сможет правильно воспользоваться значимостью святой. После того, как все эти вопросы были улажены, Лилина переключил свое внимание на остров Дебанкс. У него не было времени на то, чтобы покорять все племена островов Чихуахуа. Сначала он должен был покорить несколько самых больших племен, выработав свою собственную божественность и став полубогом, а уже потом бросить вызов королевству Сокартес. Как только внутренние вопросы были улажены, начался новый раунд боевых приготовлений. Это не просто завоевание и истребление племен. Стремление к завоеванию туземцев должно быть наполнено смертями и чумой. Чтобы по-настоящему победить туземцев с их небольшой численностью, он должен был учитывать эти два аспекта. Если бы он не был ограничен скрытностью от внешнего мира, Лилин даже послал бы людей просить помощи у богини чумы. С ее приверженностью к злу, она определенно с радостью бы на это согласилась. Забыли об этом. Они узнают, что я могу поглощать веру туземцев. С таким же успехом, я могу сделать это и сам. Надменность распирала Лилина. Ему, как магу, не составляло никакого труда создать новую чуму. Ему лишь требовалось немного времени. Более того, с родословной чернокнижника, он мог даже придумать болезнь, достаточно заразную и смертельную, чтобы уничтожать целые племена. Хотя ему и не приходилось прибегать к таким крайностям, их все равно нужно было хорошенько напугать. Любое племя, идущее против него, постигла бы чума. Когда люди постоянно умирают, единственный способ спасти себя – поклясться в своей вере. Сколько силы это даст. Хотя некоторые священнослужители и могли использовать магию, чтобы бороться с чумой, станут ли они тратиться на простолюдинов? С ограниченностью слотов заклинаний было бы здорово, если бы они смогли спасти хотя бы знать. Более того, их боги, в лучшем случае, были просто земными духами или полубогами. Их божественные заклинания были не выше 5 ранга, а количество заклинаний меркло по сравнению с истинными богами. Это было одним из основных ограничений. Покорив острова Чихуахуа, армия Лилина смогла прочно укорениться на территориях, находящихся вблизи острова Дебанкс. При поддержке их военных кораблей и контратаки острова Дебанкс ничего не принесут. Даже если бы они сейчас обнаружили Лилина и предприняли самый эффективный курс действий, им бы просто не удалось прогнать Лилина с островов. Кроме того, острова Чихуахуа стали для него постоянным источником военных припасов, воинов и, самое главное, силы веры. Туземцы, которых Лилин привез с собой, были освобождены и выступали теперь в качестве переводчиков и посредников, помогая ему в вопросах правления. Хотя высокоранговые священнослужители имели такие заклинания, как знание языка, послушники не могли использовать такое количество свитков заклинаний. Поэтому подобные переводчики имели сейчас первостепенное значение. Конечно, это была только первая волна, и очень скоро должна была появиться новая цивилизация с общим языком, на котором говорят на континенте. На самом деле, информацию о работе колониализма Лилин просто заимствовал из своих книг. Однако вместо того, чтобы собирать ресурсы, он собирал силу веры. Прошел еще один месяц. 40% пиратов, которых привез с собой Лилин, теперь либо были ранены, либо проводили операции на земле. Он взял на палубу оставшиеся 3000 человек и направился к острову Дибанкс. Эти 3000 должны были противостоять Меллиону. Это звучало крайне абсурдно, но опираясь на прошлые события, его команда полностью доверилась Лилину. Такое пылкое почитание было необходимой частью фанатизма. Лилин считал, что пираты, которые останутся в живых после этой невообразимой войны, наверняка превратятся в фанатиков. Приблизившись к острову Дибанкс, Лилин отдал приказ всем кораблям остановиться. Казалось, будто он чего-то ждал. Каждый из его солдат был чрезвычайно ценен, поэтому рисковать в темноте было бы слишком опасно. Согласно его плану, следующая победа должна была быть легкой. Сигнал. Когда песок закончился в пятых песочных часах, красная фигура появилась на горизонте и приземлилась на палубе Лилина. Вот он, как и планировалось. Изабель была в своей драконьей форме. Багровые чешуйки усевали ее тело, и на спине проступила пара гигантских красных крыльев. Ее зрачки стали вертикальными, что свойственно драконам. Однако Изабель, казалось, была сейчас в жалком состоянии. Чешуя на ее спине была несколько перекошена. Что случилось? Что-то не так. Лилин поднял руку, и тайное исцеляющее заклинание окутало ее тело. Большое количество отсутствующих чешуек быстро отросли. Пока мы грабили, тотемный дух обнаружил и начал преследовать нас. Но все было так, как ты сказал. Он автоматически отступил, отойдя от племени на некоторое расстояние. Изабель теперь выглядела намного лучше, бросив бессознательного туземца на палубу. Захваченный туземец был облачен в яркие одежды. Его румяные щеки и изысканная кожа свидетельствовали о том, что он жил в прекрасной обстановке и имел, по крайней мере, такую же силу, как и вождь островов Чихуахуа. Хорошо. Заприте его в трюме корабля и следите за тем, чтобы он не умер. Тогда мы сможем с легкостью шантажировать племя и просить за него выкуп. Лилин махнул рукой, и два пирата немедленно пошли вперед, чтобы унести вождя туземцев прочь. Это очень непродуманный план. Купится ли они на это? Спросила Изабель. У Тифа никогда не было намерений расспрашивать Лилина о подробностях его планов, будто его слово для него было Евангелием. Но, несмотря на внушительную божественную ауру Лилина, Изабель все еще оставалась его двоюродной сестрой, поэтому могла позволить себе такую вольность. Кто знает, мы не ошибемся, если попытаемся. Лилин пожал плечами, чувствуя, что этот план с большой вероятностью сработает. Туземцы были глупы, невежественны и наивны, как и в индейце в его предыдущем мире. Западные колонизаторы прибегали к вымогательствам, чтобы получить несметные богатства. Хотя их ситуация была несколько иной. Местные туземцы проводили церемонии жертвоприношения для тотемных духов и первосвященников. У них даже существовала система божественной и королевской власти. У этого вождя ведь должны быть потомки и верные приближенные. Нет, в любом случае, Лилин уже принял решение. Если это не сработает, он мог просто убить пленного и захватить первосвященника, или придумать что-нибудь еще. К счастью, племя, похоже, не могло вынести смерть своего вождя. После того, как Лилин отправил своего посланника, к нему быстро прибыли люди с острова. В оговоренных прибрежных водах появилась большая волна туземцев, гребя на десятках канои в сторону корабля Багровых Тигров. Пираты на палубе презрительно наблюдали за канои под собой. Они были уверены, что малейшее движение их большого корабля могло потопить всю эту армию, опрокинув их лодки и убив людей. Но им, однако, пришлось отвести взгляд. Любая издевка или попытка атаковать канои этих туземцев привела бы к безжалостной контратаке. Они поняли это, увидев золотой свет. Золотой свет на всех канои. Яркая золотая домашняя утварь и огромные золотые слитки были доставлены на палубу в качестве выкупа за их вождя. Ослепительные цвета мгновенно приковали к себе внимание пиратов, и в их глазах появилась жадность. Разве не ради этого они стали пиратами и рисковали своими жизнями в опасных глубоководных морях, сражаясь с военными и торговыми судами? Хотя у них не так уж много золота, если собрать его вместе, это смотрится довольно привлекательно. Лейлин знал, что, на самом деле, на острове Дебанкс было немного золота. Золото и серебро были валютой на материке, но здесь в ходу были такие предметы, как какаобабы или обсидиан. Золото нужно было им только для красоты. Если бы посланник Лейлина не сказал им об этом условии, они привезли бы ему в качестве выкупа кучу обсидиана. Туземцы считали это хорошей возможностью. Вернуть своего вождя, отдав чужакам кучу бесполезных украшений. Для него же это была возможность разбогатеть. Лейлин поглаживал подбородок, наблюдая за тем, как посланники со стороны туземцев ползают перед ним. Для них этот огромный корабль был похож на высокую гору, что ничем не отличало его от чуда. Могущественные существа со светлой кожей, хозяева высоких огромных кораблей, пришедшие из-за моря. Я принес предметы, которые вы просили. Пожалуйста, отпустите нашего вождя. Отныне вы станете друзьями нашего племени, сказал священник, поежившись. Лейлину не составляло труда понять, о чем он говорит. Обычные божественные существа не могли сравниться с ним в способности к пониманию. В тот момент, когда он станет полубогом, он сможет инстинктивно понимать все языки. В глазах священника, стоящего перед Лейлином на коленях, появился страх. Я вижу выкуп, но этого недостаточно. Голос Лейлина заставил туземцы впасть духом, короля можно выкупить только королем. Вы можете увидеть своего вождя. После этого вы должны будете объявить войну соседнему Ангодубу. Приведите их главного пленника, и получите своего. Глава 998. Чума убедившись, что послы поняли, о чем он говорит, Лейлин конфисковал все богатства, которые они привезли. Затем он показал им их вождя, который был еще жив, после чего выгнал их со своего военного корабля. Вы видите это? На этом острове полно богатств, а туземцы, управляющие всеми этими богатствами, настолько трусливы и невежественны. Лейлин наступил на золото, наблюдая за жадными глазами своих людей. Он усмехнулся, половина этого золота и всего того, что мы получим в будущем, будет вашим. Разделите его между собой. Пираты разразились овациями. Хотя в куче казалось, что золота было много, сколько получит один человек, когда его разделят между тремя тысячами. Тем не менее, это представление было разыграно с целью увеличить их жадность и оставить глубокое впечатление о богатстве острова Дебанкс. Это мотивировало бы их сражаться. Многие из пиратов стали очень ретивыми, стремясь захватить весь остров Дебанкс и разграбить все его богатства. Если бы он требовал от людей верить в него без каких-либо выгод, они не стали бы рисковать за него своими жизнями, по крайней мере, не сейчас. Лейлину нужно было показать им выгоду, а блеск золота всегда был самой лучшей из наград. Неужели они действительно это сделают? Изабель проигнорировала шумную толпу за своей спиной, стоя на палубе и наблюдая за отплывающими каноэ. Ангодуб связан с ними браком, разве нет? Их отношения ведь позволяют им управлять этим регионом вместе. Мы не туземцы, и не можем понять ход их мыслей. Кроме того, как два племени могут жить так близко без каких-либо разногласий. Тиф занял противоположную позицию. Им им им. Кроме того, даже если они не сделают это сами, мы можем им помочь. Например, распространить слухи о том, что они готовятся атаковать Ангодуб, или просто притвориться туземцами и напасть на соседнюю деревню. Глаза Лилина сверкнули, когда семя сомнения будет посажено. Удалить его будет не так просто. Начнется война. Изабель теперь поняла план Лилина, и ей пришлось признать, что он осуществим. Как только оба племени устанут, мы сможем уничтожить их с минимальными затратами, проложив себе путь на остров Дебанкс. Тем не менее, она нахмурилась, продолжив спрашивать, что произойдет, если империя Сокартес все узнает. В конце концов, это ведь крупная операция. Учитывая нашу нынешнюю силу, они прогонят нас сразу же, как только вмешаются. Остров Дебанкс был размером с несколько королевств, а в самом его сердце располагалась империя Сокартес. Ее окружали несколько племен. Хотя план Ай был нацелен на отдаленный район, это был тот же остров. Их не разделял океан, поэтому новости распространились бы очень быстро. Не волнуйся, в ближайшее время они будут слишком заняты, чтобы разбираться с нами. Лейлин улыбнулся и покачал головой, а скрытый смысл в его словах заставил Изаба Летифа задрожать от страха. Время пролетело незаметно. Достаточно скоро два племени, на которые положил глаз Лейлин, погрузились в войну, и Лейлину даже не пришлось вмешиваться. В конце концов, они ведь делили одну территорию. Разве между двумя соперниками за ресурсы могут быть настоящие дружеские отношения? Кроме того, тотемные духи племен хотели пожрать друг друга, чтобы укрепить свои силы. С учетом всех этих факторов, было вполне естественно, что они начали войну. Чтобы показать свою честность, Лейлин не стал оставлять свой флот на континенте и, вместо этого, отослал многие свои корабли. Некоторые из тех, кто остался, держались подальше от зоны боевых действий, как будто это не имело к ним никакого отношения. Лейлин даже покупал рабов из обоих племен. Они были крепкими, мужественными туземцами и отлично подходили для регулярного рабского труда на островах Чихуахуа или в качестве солдат. Он не был настолько глуп, чтобы платить за них драгоценными материалами, вроде золота или серебра. Он покупал их за оружие и боеприпасы. Это оружие позволило туземцам стать более могущественными, и продажа рабов продолжилась. Чтобы не отставать от них, их противникам приходилось тоже вести дела с Лейлином, что породило порочный круг, из-за которого оба племени проливали кровь. Лейлин был в огромном плюсе. На фоне этой суматохи Лейлин засел в своей лаборатории. О торговле заботились его люди, которые имели опыт в работорговле. Его собственная задача была чрезвычайно важна, поскольку должна была помешать империи Сокартес вмешиваться в его дела. Он посмотрел на тускло освещенную чашку Петри, на которой лежал гниющий кусок мяса. В его глазах вспыхнул свет, когда и чип начал сканирование. Оно уже достигло такого состояния. Кусок мяса в чашке Петри принадлежал когда-то туземцу. Непрерывные эксперименты позволили Лейлину приблизительно выяснить структуру их БНК и создать токсин, который был бы для них смертельным. БИП. Инфекция 2 стабильна. Начинаю извлечение данных, и чип послал Лейлину большое количество информации. Очень хорошо, используя пару крошечных пинцетов, Лейлин обрезал кусок мяса и поместил его в пробирку с прозрачной жидкостью. Начало эксперимента 17642. Запись данных раздался голос и чипа. Лейлин посмотрел на кусочек плоти, растворяющийся и, пузырясь, принимающий форму щупальца. Хорошо, деление стабильно. Шансы на успех в этот раз велики, как никогда. Заклинания время от времени мелькали в руках Лейлина, использующего радиоактивную энергию для ускорения реакции. Как только бурная реакция прекратилась, Лейлин с улыбкой взглянул на пробирку, которая стала красной, как кровь. БИП. Смертельный вирус готов. Название. Патоген 1. Беззаботно ответил Лейлин. БИП. Название записано. Сохраняю данные. И. Чип выполнил инструкции Лейлина, прежде чем отобразить данные перед его глазами. Патоген 1. Генетическое оружие. Чрезвычайно заразно. Бурно развивается в экстремальных погодных условиях. Длительность жизни. 100 часов. Распространяется через дыхательные пути. С 90% инфицированием и 90% летальностью. Не поддается лечению. Существует две степени передачи инфекции. Примечание. Патоген чрезвычайно эффективен против конкретного испытуемого образца, а именно первого набора туземцев, хранящегося в базе данных. Этот патоген был заразен только для туземцев и оказывал на них летальное действие. Это было похоже на оспу в сочетании с гриппом. И Лейлин ни на минуту не сомневался, что, как только он его использует, его будут бояться больше, чем дьяволов и демонов. Даже 10% на и шанс на выживание не был показателем доброты Лейлина. Нет. Все дело в том, что если бы все туземцы погибли, не осталось бы никого, кто мог бы дать ему силу веры. Хотя я не могу позволить умереть им всем, большое количество верующих мне тоже не нужно. Оставшиеся в живых предоставят мне достаточно силы, чтобы добыть божественность. Лейлин задумчиво поглаживал подбородок. Если бы тот же самый патоген был применен на аборигенах его предыдущего мира, были бы уничтожены все люди без исключения. Однако правила этого мира были иными. Принимая во внимание существование богов и экстраординарных способностей, 10% шанс, оставленный Лейлином, позволил бы небольшому количеству аборигенов выжить. Как только я распространю чуму, мне нужно будет сделать специальные лекарства и вакцины. Хотя никто и не был застрахован от этой чумы, Лейлин все же оставил лазейку для внешней иммунизации. Если они будут умирать волна за волной, как же они увидят лечение болезни кукульканам? Вакцины могли бы дать им возможность выжить, а они бы об этом даже не догадались. То, что эти тотемы и полубоги защищали знать, уже было для них божьей милостью. Им просто не хватало заклинаний, чтобы защищать простолюдинов. Лейлин был уверен, что вся эта ситуация принесет ему большой урожай силы веры. Смерть их последователей приведет к падению силы тотемных духов. Даже полубоги ничего не смогут с этим поделать, не говоря уже о земных духах. Огромное падение силы нанесет им сокрушительный удар. В глазах Лейлина сверкнули огоньки. Простым взмахом руки он мог лишить жизни несколько миллионов аборигенов. Словом зло невозможно было описать его текущие действия. Если бы он отфильтровал эту силу веры, он мог стать богом чумы или биологических жизней, немедленно узурпировав трон богини чумы. Но все это ни капли его не интересовало. Хотя я не должен поглощать веру доменов чумы и болезней, есть один домен, который я не могу пропустить. Смерть. Планы Лейлина всегда были многофункциональными. С одной стороны, чума и вакцина позволили бы ему быстро завоевать остров Дебанкс, не затрачивая много усилий. С другой стороны, огромное количество смертей позволило бы ему постичь домен смерти. Резня и смерть были двумя мощными доменами, которые отвечали требованиям Лейлина, и теперь он положил глаз на последний. Когда миллионы людей будут лишены жизни, сила смерти определенно достигнет пугающего уровня. В этот момент не постичь домен смерти было бы просто невозможно. По сравнению с этим, другими тривиальными вопросами можно было пренебречь. Лейлин считал, что только за хаосом мог последовать мир. После периода страданий люди острова Дебанкс выберут его правление, приняв революцию, которую он совершит. Глава 999. Распространение по мнению Лейлина, все знаменитые важные личности, будь то в его прошлой жизни или в нынешней, имели что-то общее. Как только они определят свою цель, они будут с рвением идти к ней, с абсолютной верой в свой успех. Поскольку они уже давно наметили свой путь, они ничего не боялись и были беспринципны. В своем стремлении к бессмертию и свободе Лейлин не заботился о жизни туземцев. Все, чего я хочу добиться в этой жизни, это вечность. Даже если я умру на полпути или потеряю лицо из-за своих действий, я ни на секунду не пожалею. В глазах Лейлина вспыхнул блеск, как доказательство его непоколебимого решения. С такой мотивацией, как у него убийство людей, сжигание городов и уничтожение цивилизаций было просто жертвой ради достижения поставленных целей. Битва между племенами становилась все более интенсивной. О вожде, который был в плен у Лейлина, уже давно все позабыли. Обе стороны были ослеплены войной, и их главной целью было уничтожить противника. Люди, которые развязывали войны, обычно не знали, как их закончить. Во время войны они постепенно забывали о своих первоначальных целях, что приводило к трагедии. Империя Сокартес, похоже, узнала об этой ситуации и направила туда войско из 10 тысяч бойцов вместе с большой группой священнослужителей. Вероятно, посредничество было не единственной их целью. Меры предосторожности и уничтожения чужаков, таких как Лейлин, располагались на верхних строчках их списка. К сожалению, вмешательство империи быстро закончилось, и она ничего так и не добилась. До битвы даже не дошло. На них спустился мрачный жнец. На пути к воюющим племенам в их рядах внезапно вспыхнула чума. Она была очень заразна, а уровень смертности был просто ужасающий. Через несколько дней она охватила все войско. Учитывая переполненность их войска и отсутствие гигиены среди туземцев, перенести болезнь без божественного исцеления было просто невозможно. На священнослужители были перегружены работой, успевая спасать только некоторых офицеров и элиту. Им не оставалось иного выбора, кроме как наблюдать, как обычные солдаты мучаются и умирают у них на глазах. С ограниченностью слотов божественных заклинаний, то, что им удалось сделать, уже было поразительным. В эпоху холодного оружия потери более 30% уже были ужасающими. На этот раз чума принесла с собой дополнительное психологическое давление. Под угрозой смерти солдаты империи вскоре позабыли о своей цели. Некоторые даже пытались дезертировать. Когда более половины солдат погибли, с беглецами мало что можно было сделать. Офицеры хрипло кричали им вслед, пытаясь вернуть и обезглавить дезертиров. По правде говоря, среди сбежавших в страхе перед чумой было даже несколько офицеров. Вскоре их войско полностью рассыпалось. Солдаты распространились повсюду, унося чуму все дальше и заражая все больше людей. Туземцы умирали целыми поселениями, оставляя после себя поля, заросшие сорняками. Птицы разбрелись по острову. Чума привела остров Дебанкс в плачевное состояние. Это очень беспокоило вышестоящих лиц империи, однако они ничего не могли сделать, чтобы остановить распространение чумы. Что касается чужаков, они больше не были приоритетом. Разобравшись с внешними проблемами, Лилен начал уничтожать два сражающихся друг с другом племени. Многие из них уже тоже были заражены чумой. 60% из них умерли, включая почти всех здоровых молодых людей. Мелкие, как и эти два племени, их тотемные духи были просто божественными существами. Они были сильно ослаблены из-за потери верующих, и больше не могли препятствовать атакам Лилена. Поглотив их божественную силу, Лилен почувствовал, как божественность резни в его теле значительно усиливается. Он все плотнее приближался к порогу зажжения своего собственного божественного огня. После того, как он избавился от богов этих двух племен, Лилен, естественно, захватил их. Оставшиеся в живых собрались, чтобы основать совершенно новый город с огромной статуей Таргариена в центре. Туземцы отказались от своей старой веры. Покрестившись перед статуей молитвой и святой водой, которая на самом деле была зельем и вакцинами, они почувствовали, что их боли-недуги бесследно исчезли. Это сразу же вызвало пылкую волну веры. Даже Лилен не ожидал такой заразительной силы веры, порожденной помощью тем, кто находился на грани смерти. Многие из тех, кто был на последнем вдохе, стали горячо верить в крылатого змея после своего спасения. Это позволило его силе значительно возрасти. Достаточно скоро до окружающих племен добралась весть о божественных исцеляющих способностях. Получив благословение, они привезли в город свои семьи и все свое богатство, с просьбами примкнуть к городу. Хотя жрецы тотемных духов и могли исцелять болезни с помощью божественных заклинаний, у них было ограниченное количество божественной силы и слотов заклинаний. Они могли спасти только тех, кто имел высокий статус, не обращая внимания на простолюдинов, которые умирали на их глазах пачками. Даже если они не могли получить от крылатого змея ни одного божественного заклинания, этого было уже достаточно, чтобы уничтожить веру во всех остальных. Прекрасно это понимая, Лилин повсюду рассылал своих священников, раздавая окружающим племенам святую воду и демонстрируя им свои способности и достижения. Это получило очень положительный отклик. Перед лицом смерти власти не могли остановить их. Группы туземцев приходили и приходили за благословением Лилина, достаточно скоро заполнив весь город. Лилин назвал город, образованный из двух племен, крепостью надежды, что обозначало новую надежду. Это было лишь начало его завоевания острова Дебанкс. Используя свою способность исцелять чуму, Лилин получил не только веру туземцев, но и армию. Благодаря методу кнута и пряника, его организация стремительно расширялась. Прошел год. Эта зима была особенно холодной. Снег выдал даже на южном побережье, покрыв острова белой пеленой. Остров Дебанкс не стал исключением. Боги, казалось, сокрушались из-за гибели людей, показывая таким образом свою скорбь. Снег на континенте был чрезвычайно густым, и даже старшие поколения не могли вспомнить на своем веку что-то столь ужасное. Многие из туземцев, которые оказались к этому не готовы, попросту замерзли. Хотя холодная погода несколько сдерживала распространение чумы, она не могла остановить ее совсем. Остров Дебанкс был в прошлом году настоящим адом для туземцев, когда ужасающая чума молниеносно распространялась по всему острову. Почти все население было уничтожено. Появился даже мертвый город, абсолютно опустевший. Его переполняли трупы туземцев, а по улицам бродило несметное количество крыс и ворон, питаясь падалью. Глаза диких собак, скитающихся по улицам, налились кровью от поедания слишком большого количества человеческой плоти. По слухам, единственной надеждой этой земли, кишащей голодными людьми, была крепость надежды и бог крылатый змею моря, способный на все, распространились слухи, якобы этот бог обладал силой резни и исцеления. Он относился с добротой к любой вере, и, даже если кто-то был заражен чумой, он все еще мог быть исцелен. Теперь, когда эти слухи распространились, в сторону крепости надежды хлынуло огромное количество туземцев. Как бы власти острова не пытались остановить их, это было бессмысленно. К востоку от крепости надежды, недалеко от гор империи сокортез. Волна туземцев, замотанных в толстые шубы, с трудом тащилась по снегу. Среди них была молодая девушка, подбадривающая своего младшего брата. Хах, давай, вперед. Скоро мы доберемся до крепости надежды. Будем ли мы спасены, когда доберемся туда, сестра Ая? Мальчику рядом с этой Ай было около 14-15 лет, и на нем тоже была толстая шуба. Тем не менее, его лицо было почти фиолетовым от холода, и он съеживался, когда говорил, да, этот тотемный дух, огромный змей, который управляет всей жизнью, он может исцелять болезни. Ая продолжала поощрять своего младшего брата и помогать ему, боясь, что он потеряется среди толпы. Однако, бездумно следуя за огромной процессией, она вскоре погрузилась в глубокие раздумья. События годичной давности были похожи на кошмар. Чума появилась из ниоткуда. У инфицированных сначала появлялись зеленовато-черные пятна по всему телу, размером с семя кунжута. За ними последовала низкая температура и, в конечном итоге, они начали впадать в кому, вывести из которой не могли даже божественные заклинания. В конце концов, плоть зараженных начинала гнить и постепенно отваливаться. Ая видела это однажды, после чего не могла ничего есть на протяжении нескольких дней. Чума распространялась очень свирепо. В начале ходили только слухи о том, что она вспыхнула на границах империи, но спустя пару дней она уже охватила большие города. Высокоранговые священники и дворяне попрятались у своих алтарей, усердно молясь и совершая кровавые жертвоприношения, но это, казалось, не имело никакого эффекта. Другие шаманы тоже ничего не могли поделать, и довольно скоро чума поразила их город. Она потеряла всех своих родственников. Единственным выжившим был ее младший брат. Она последовала за потоком людей, бежавших из города, отправившись на юг. Не зная, что ее делать, она бросилась к крепости Надежды. Хотя эти слухи могли быть ложью, это была ее последняя надежда. Я обязательно доставлю туда брата в безопасности. Ая продолжала убеждать себя, начав молиться, о бог крылатый змей крепости Надежды. Если вы действительно можете вылечить чуму, тогда, пожалуйста, спуститесь и помогите нам. Я готова пожертвовать всем. Глава 1000. Начало было много таких людей, какая, спасающихся бегством, но ей повезло, что у них было достаточно еды. Когда почти половина империи была мертва, накопленной пищи было более чем достаточно. Много раз ей приходилось проявлять храбрость и проникать в мертвые деревни. Она рыскала по домам в поисках пищи, что и было основной причиной их пребывания в этой группе. В конце концов, контактировать с телами и заходить в дома мертвых людей было очень опасно. Немногие были готовы пойти на такое. Однако, как только запасы зерна иссякнут, голод, который последует за этим, станет огромной проблемой. Больше не осталось живых фермеров, которые могли бы вырастить урожай. Чума на этот раз нанесла огромный ущерб общественному порядку империи Сокартес. Конечно, немногие из туземцев задумывались над этим. Они надеялись прожить еще хотя бы один день. Ах! Алла Соснир Алла Соснир здесь. В этот момент из передней части группы донесся шум. Ая не могла не схватить своего младшего брата за руку. Они застыли, услышав это слово. Эти люди не боялись преследования имперской армии. Что их действительно волновало, так это приступ чумы. На языке аборигенов слово Алла Соснир означало дьявол, которого невозможно постичь и найти, а также подразумевало приступ серьезной болезни. Неужели тот-то впереди заболел чумой? Ая уже не раз видела здоровых людей, которые внезапно начинали кашлить черной кровью и падали замертво. Брат с сестрой окинули взглядом толпу. Люди избегали какой-то фигуры, как будто она была заминирована. Это Ададол. Я ведь играл с ним несколько дней назад, воскликнул брат Аи, а опустив голову. Когда случалась болезнь, жизнь казалась очень хрупкой. Ая могла только обнять своего брата и нежно его утешить. Обойдя труп, большая группа начала двигаться медленнее. Ая вспомнила упавшую фигуру и тихо вздохнула. Надеюсь, мы скоро доберемся до крепости Надежды. Здесь слишком много зараженных. Я определенно не позволю этому произойти с моим братом. Как только мы пересечем эту гору, мы достигнем земель крепости Надежды. Она всеми способами пыталась подбодрить себя. В этот момент из задней части группы донесся очередной шум. Голоса смешивались, что привело к еще большей путанице. Кто-то умер. Нет, это... Зрачки Ая сузились. Имперская армия. Эти проклятые твари. Поворачивайте и бегите. Здоровенный туземец вышел вперед, размахивая острогой, пока другие сильные туземцы хватались за свое оружие. Пока мужчины сражались, старые и слабые быстро разбежались и попрятались. Ая забрала брата и ушла от погони. Ни один правитель не стал бы терпеть потери своих граждан, пусть даже из-за чумы. Они приказали солдатам каждой базы останавливать беженцев. Конечно, они не могли беспокоиться о тех, кто был заражен. Изначально даже войска империи не желали выполнять такие приказы. Они тоже боялись распространения чумы. Однако, соглашением божественного приказа, все стражи и тотемные духи объединились, чтобы помешать беженцам достичь крепости надежды. Давай. Звуки боя раздавались сзади, заставляя сердце Ая сжиматься. Она могла только тянуть за собой брата и бежать изо всех сил. Однако в этот момент она почувствовала, как ее хватают за руку, и какой-то тяжелый предмет с глухим звуком ударяется о снег. Что случилось? Ты упал? Вставай. Ая повернулась, обнаружив своего младшего брата лежащим на снегу. Она сразу же перевернула его, но вскоре обнаружила, что мальчик потерял сознание. На его лице виднелись следы черной крови. Болезнь сразила и его. В тот момент, когда эта мысль мелькнула у нее в голове, из ее глаз хлынули слезы. Айу не волновала возможность заражения. Пожалуйста, спасите его. Кто-нибудь, пожалуйста, спасите его. Звуки битвы приближались, но в сердце Аи проснулась надежда. В войске должен быть священник. Он наверняка сможет использовать свои божественные заклинания, чтобы спасти его. Будьте осторожны, он заражен. Достаточно скоро имперские солдаты добрались и до них. Они наблюдали за братом и сестрой на земле, не осмеливаясь приблизиться. Инфекция была налицо. Это очень напугало их. Пожалуйста, спасите моего брата. Айа бессознательно пошла вперед, но была отогнана назад многочисленными копиями, направленными на нее. Не подходите, бесчисленные солдаты огородили ее, словно защищаясь от монстра. Приведите священника и офицера. Мы обнаружили источник инфекции. Этот ледяной решительный голос мгновенно заставил сердце девушки уйти в пятки. Лошади помчались вперед, и вскоре к ним прибыли офицер и священник в ярких перьях. Увидев черные пятна крови на земле и брата Аи, лежащего без сознания, они нахмурились. Убить их быстро. Последние надежды Аи были безжалостно разрушены. Брат, прости, слезы девушки закапали на шею ее брата, и она закрыла глаза. Свист. Огонь. Засвистели стрелы, но, как ни странно, боли не было. Ая быстро открыла глаза и увидела стрелу, торчащую из шеи офицера. Конец стрелы все еще вибрировал, как маленькая змея, пытающаяся зарыться в землю. Вражеская атака. Вражеская атака. Повсюду снова стали слышны звуки битвы, когда множество фигур появилось из джунглей. Это армия того чужеземного бога. Священник мгновенно изменился в лице, и он испуганно потянул свою лошадь за поводья, пытаясь сбежать. Остальные туземцы побросали копья на землю, выглядя теперь крайне плачевно. Это люди из крепости Надежды. Ая подняла своего младшего брата на руки и бросилась к группе новоприбывших священников, добрые и великодушные пожалуйста, спасите. Грохот. Потеряв все силы, Ая, которая тоже была заражена, рухнула на землю. За секунду до того, как в ее глазах потемнело, она услышала отдаленные голоса. Это пара простолюдинов. Святая Барбара. Тепло разлилось по телу Аи, наполнив силой ее конечности. Она медленно открыла глаза, увидев теплый костер и огромную палатку, блокирующую холодный воздух. Как тебя зовут? Как ты себя чувствуешь? Женщина туземка сидела у ее постели. У нее были длинные черные волосы, такие же черные зрачки и золотая отметина на лбу. Она излучала священный свет. Меня зовут Ая. Спасибо, что спасли меня. Покраснев, Ая выразила свою благодарность, но в тот же миг выражение ее лица резко изменилось. А что с моим братом? Где он? Не волнуйся. Он тоже здесь. Просто он был заражен намного раньше, поэтому будет дольше исцеляться. Святая Барбара успокоила Аю. Это крепость надежды ты в безопасности. Три дня спустя Ая, в которой вернулась большая часть ее сил, в приподнятом настроении вышла из своей палатки. Увидев большую скульптуру Таргариен в городе, она не могла не встать на колени и не начать искренне ей молиться. А великий Бог, спасибо вам за спасение моего брата. Отныне я, ваш верный последователь. Подобные вещи случались во всех уголках крепости Надежды. Волны решительной и пылкой силы веры беспрестанно текли к Лейлину. Число верующих снова возросло. Похоже, отправить армию в близлежащие регионы для спасения беженцев было хорошей идеей. Благодаря надежде на исцеление, а также завоеванием различных областей, население крепости Надежды уже достигло 300 тысяч туземцев. И поскольку он был их спасителем, вера и благодарность этих людей были неподдельными. Тифф и его послушники тоже проделали огромную работу, чтобы укрепить эти нити веры и принять набожных последователей, которые стали бы регулярно молиться ему. Судя по всему, зажечь мой божественный огонь не составит особого труда, если мы позаботимся обо всех этих людях. Этого даже может быть достаточно для того, чтобы я смог поднялся к божественности. Лейлин выглядел взволнованным. С расширением крепости Надежды и вымиранием соседних племен Лейлину удалось получить божественность большого количества тотемных духов. С их помощью сила резни в его теле достигла своего пика, и он чувствовал, что вот-вот зажжет свой божественный огонь. Любой мог увидеть божественный золотой блеск на его теле. Сила божественности полностью слилась с его телом и выросла до предела. И это еще не все. Благодаря гибели почти миллиона туземцев, Лейлин вступил в контакт с доменом смерти. Хотя он и получил о нем немного информации, которую и Чип пока не мог проанализировать. Эта скорость уже была довольно быстрой. Этап принятия беженцев завершен. Далее следует война. Глава 1001. Церковь гигантского змея Чума сократила население империи Соккортец вдвое, и ее военная мощь, соответственно, также резко снизилась. Крепость Надежды Лейлина беспрестанно поглощала запасы острова Дебанкс, становясь все более процветающей. Однако он подсчитал, что вскоре должна была возникнуть новая волна силы. Земные и тотемные духи должны что-то замышлять. Лейлин задумчиво поглаживал подбородок. Духи острова Дебанкс фактически были связаны с блуждающими духами различных регионов. Их сила была несколько ограничена территорией, откуда они происходили, и знаниями, которыми они владели. До сих пор Лейлин убивал только духов небольших племен, даже самые сильные из которых содержали лишь частичку божественности. Даже если бы такой дух владел доменом, он не представлял бы никакой угрозы для Лейлина. Однако в Империи Сокортес было несколько мощных духов с силой, близкой к уровню полубогов. В их собственных доменах их силы были гораздо внушительнее, что ставило их на один уровень с истинными богами. Проще говоря, если Лейлин приблизится к Империи Сокортес, он будет убит толпой богоподобных духов. И напротив, если эти духи осмелятся покинуть свои домены, то, в лучшем случае, будут обладать силой полубогов. В пределах крепости надежды их силы ослабнут еще больше. Учитывая эти обстоятельства, Лейлин не стремился бросать им вызов. Вместо этого он постоянно ослаблял их и их силы. Для него эти духи были, словно звери в клетке. Он мог ослабить их силой веры и своей армией, поэтому ему некуда было спешить. Благодаря чуме, силы Лейлина росли без каких-либо препятствий, разрезая его противников, как горячий нож масла. Периодически даже появлялись туземцы, которые добровольно отказывались от своей веры в тотемных духов и просили впустить их в крепость. Так, верхушка одного племени отказалась от своих убеждений, попросив у него убежища. В конце концов, крепость надежды спасала жизнь простым смертным. Все, что ждало их за ее пределами, смерть. Под таким огромным давлением, наверное, только самые ярые последователи тотемных духов не захотели бы сменить веру. У духов не было никакого решения относительно плана Лейлина. Единственное, что могли сделать их священнослужители, спасти небольшую часть знати. Простолюдинов оставляли умирать. Еще более ужасным было то, что патоген Лейлина мог заразить человека даже после того, как он уже был исцелен. Остров Дебанкс превратился теперь в остров чумы. Туземцам, которые не хотели подчиниться Лейлину, оставалось только прятаться по углам, ожидая смерти. Как только большинство из них откажутся от своей веры, тотемные и земные духи станут для Лейлина легкой добычей. Полубоги не могли поддерживать свою божественную силу на вере одних лишь фанатиков, священников и дворян. Их священная магия уменьшится, в результате чего погибнет еще больше людей. Это был порочный круг. С ослаблением их контроля над верующими, тоже произойдет и с их доменами. Сейчас влияние Лейлина распространилось уже на четверть острова. Хотя начиналось все с маленького региона на побережье, тотемные духи империи не смогли этому воспрепятствовать. Между тем, влияние Лейлина только росло. Лейлин чувствовал, что ему даже не придется нападать на них. Местные духи вымерли бы сами из-за отсутствия верующих. С другой стороны, нельзя было сказать, что эти духи совсем ничего не предпринимали против Лейлина. Хотя крупномасштабные битвы и были невозможны с момента появления чумы, они посылали оракулы со стратегиями о том, как остановить туземцев-перебежчиков. Они распространяли слухи о том, что именно Лейлин создал чуму, что, по иронии судьбы, было правдой. Гигантский змей из Запада жестоко вырывал сердца наших людей, используя их кровь, чтобы принести жертву злу. Так появился этот дьявол чумы. Светлокожие дьяволы никогда не приходят с благими намерениями. Они жаждут наших богатств и плодородных земель и даже готовы использовать наши жизни ради своих богов. Подобные слухи были очень распространены на острове Дебанкс, а некоторые даже добрались до крепости надежды. Тем не менее, именно благодаря этому Лейлину и удалось обнаружить что-то странное. Жизнеразмножение – первостепенные желания всех живых существ. Сила этих желаний вселяет страх даже в богов. Он окинул взглядом шумную крепость надежды и широко улыбнулся, и желание жить еще сильнее, чем желание размножаться. Даже если я признаюсь, что действительно убивают туземцев ради жертвоприношений, их воля к жизни никуда не денется. До тех пор, пока я буду избавлять их от чумы, множество туземцев будет продолжать идти ко мне. Пока боги смогут найти противоядие от этой чумы, ситуация примет необратимый характер. Что касается слухов, то они, в лучшем случае, могут лишь добавить работы Тиффу и церкви. Патоген, изобретенный Лейлином, был подкреплен его способностями мага и силой родословных из другого мира. Кроме того, он был эффективен только для туземцев. Против него практически невозможно было найти лекарство. Всемогущий Господь. Вы – колоссальный змей, который поглотит мир, факелоносец резни. Однажды вы превратитесь в звезды на небе. Большая дверь за спиной Лейлина открылась, и к нему вошел Тифф, одетый в белоснежные одежды. В этом бескрайнем мире Лейлин, наконец, смог создать свою церковь. Постоянные сражения и завоевания принесли ему много последователей, а послушники также подверглись крещению. Теперь они были готовы выполнять его приказы. Он передал группу священнослужителей под руководство Тиффа. Кроме того, у него теперь было огромное количество подвижников и собственная церковь. Все остальное должно было само встать на свои места. Лейлин назвал ее церковью колоссального змея, сделав эмблемой изображение Таргариен. Тифф позаботился о священных писаниях и прочих мелочах. Учитывая, что он обладал духовной силой Лейлина и был второй легендой церкви, он, естественно, был провозглашен папой. С учетом вклада Тиффа в воспитание послушников, эта должность так и так досталась бы ему. Это соответствовало планам Лейлина, а Изабель никогда не стала бы бороться за это звание. Что такое? Лейлин обернулся, излучая всем своим телом внушительную ауру. Мы уже схватили несколько подозреваемых в распространении слухов, пытающихся запятнать вашу репутацию, сказал Тифф. Хотя он и подозревал, что Лейлин был замешан в этом, ни он, ни Лейлин открыто бы в этом не признались. В подобных ситуациях, какие могут быть доказательства, если вы, конечно, не поймаете преступника с поличным при распространении патогена. Что касается лекарства и святой воды, они могли бы оправдать это, сказав, что божественная сила Лейлина способна противостоять патогену. В любом случае, он ведь не культивировал домены и божественности чумы и болезней, поэтому и не боялся расследования. По правде говоря, если боги попытались бы докопаться до истины, Лейлин сделал бы козлом отпущение богиню чумы. Кто просил ее заниматься такими вещами, как распространение чумы и болезней. Эпидемия, не подкрепленная божественными силами, была неслыханной в мире богов, где подобные вещи влекли за собой восхождение к божественности в этом домене. В конце концов, Лейлин сделал это, используя силы из другого мира. Всемогущий Господь, должны ли мы наказать их? Тихо спросил Тиф. Естественно, наказанием будет их смерть. В конце концов, Тиф пришел из темного мира, где совершал бесчисленное множество подобных вещей. Даже самые чистейшие и добрейшие боги заставляли людей своей церкви делать грязные дела. Тиф. Голос Лейлина был очень мягким, но нес в себе пугающее величие. Тиф застыл, внимательно слушая его, церковь открыта и честна. Мы должны предавать таких гнусных крыс справедливому суду, особенно в таких вопросах. Понял. Тиф почтительно поклонился и ушел. Смысл слов Лейлина заключался в том, что их необходимо было предать суду немедленно, причем публично. Да, ему не удалось бы обмануть мудрецов и умных людей, но что с того? В любую эпоху простолюдины составляли большую часть населения. Сделав официальный арест и подкрепив его доказательствами, Лейлин мог использовать свою власть, чтобы осудить их. Он и его церковь должны были казаться добрыми. Если бы они избавлялись от людей тайком, это только породило бы больше слухов. Однако, если бы его престиж и репутация были безупречными, люди, знающие правду, не смогли бы ее доказать. Иногда поверхностный подход был чрезвычайно важен. Благодаря своим данным и воспоминаниям, Лейлин умел оставить богов острова Дебангс далеко позади. Несколько дней спустя на глазах у взволнованных людей начался суд. Тиф не стал давить на то, чтобы они признали свои преступления, вместо этого обвинив их в том, что они запятнали святое имя и посеяли недоверие среди верующих. Это вызвало огромный ажиотаж среди обравшихся. Глава 1002 Вторжение крепость надежды и принятие веры ее бога были единственным спасением жителей острова Дебангс. Только там, где сиял свет крылатого змея, можно было укрыться от чумы. Они могли даже продолжать жить спокойной жизнью, не боясь, что их внезапно начнет рвать кровью, и не боясь умереть где-нибудь на обочине дороги. После того, как Тиф разоблачил преступления этих подозреваемых, это немедленно вызвало волну возмущения среди общественности. Массы освистывали осужденных и кричали, и, если бы не миротворческие войска, они уже давно разорвали бы их в клочья. Эти несчастные подозреваемые были признаны виновными. Мало того, что они распространяли слухи и копали информацию о прошлом Лилина. Так.